Итак, здравствуйте, уважаемые соратники! Начинаем наше второе занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Курс посвящен коррекции зрения по методу Шичко-Бейца. Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. Откройте все свои тетрадки, напишите второе занятие. Итак, открыли все свои конспекты, написали второе занятие и написали тему «Теория зрения Бейца». «Теория зрения Бейца». И написали все первое. Первое. При близорукости, все пишут, и тайнозоркие тоже. При близорукости. Какое зрение? У человека напряжены косые мышцы глаз. При близорукости. У человека напряжены косые мышцы глаза. И ослаблены прямые. Напряжены косые мышцы глаза и ослаблены прямые. «Глаз вытянут вперед огурчиком». «Огурчиком в кавычках». «Глаз вытянут вперед огурчиком». хорошо видит вблизи, хорошо видит вблизи, но не видит вдаль. Вы, пожалуйста, сядьте поближе, чтобы вам доску было сюда ближе. Сядьте, соберите там вещи, вещи переложите, да? Переложите вещи, сядьте поближе. Хорошо видит вблизи, но не видит вдаль. Фокус глаза находится внутри глаза. Фокус глаза находится внутри глаза. Фокус глаза находится внутри глаза. С красной строки пишем. Необходимо, необходимо расслабить косые мышцы глаза и натренировать прямые. Расслабить косые мышцы глаза и натренировать прямые. Зрение восстановится. И натренировать прямые. Зрение восстановится. Давайте нарисуем все близорукие миопический глаз. Он рисуется вот таким огурцом, вытянутым вперед. В передней части находится хрусталик, фокус находится внутри глаза. Вот я рисую фокус внутри глаза. В передней части хрусталик фокус находится внутри глаза. Очень сильно сжали сверху и снизу косые мышцы. Сдавили наш глаз. Он поэтому и вытянулся вперед. Очень сильно сдавили верхняя и нижняя косая мышцы глаз. И очень слабые прямые, я вот такими ниточками рисую, очень слабые прямые мышцы у всех близоруких людей. Значит, близоруким людям надо расслабить косые мышцы и натренировать прямые. У кого близорукость, поднимите руки. Вот ваша проблема. То есть вам надо расслаблять косые, тренировать прямые. Второй случай записали все. Второе. При дальнозор кости, все пишут и близорукие тоже. При дальнозор кости. При дальнозор кости. У человека напряжены прямые мышцы глаза и ослаблены косые. Напряжены прямые мышцы глаза и ослаблены косые. Глаз имеет форму шара и ослаблены косые. Глаз имеет форму шара. Хорошо видит вдаль. Глаз имеет форму шара. Хорошо видит вдаль. Но не может вытянуться вперед огурчиком. Огурчиком, огурчиком в кавычках. Огурчиком, чтобы увидеть вблизи. Чтобы увидеть вблизи. Фокус глаза находится на сетчатке глаза. Фокус глаза находится на сетчатке глаза. С красной строки пишем. Необходимо. С красной строки. Необходимо. Расслабить прямые мышцы глаза. Необходимо. Необходимо расслабить прямые мышцы глаза. И натренировать косые. Необходимо расслабить прямые мышцы глаза. И натренировать косые. Зрение восстановится. Зрение восстановится. Давайте нарисуем все дальнозорки. Классический дальнозоркий глаз. Он имеет форму шара. В передней части хрусталик. Фокус находится точно на задней стенке глаза. На сетчатке. Очень сильно напряжены прямые мышцы. Я вот их рисую жирно. Напряжены прямые мышцы у дальнозорких. И очень слабые косые. Очень слабые косые. Значит, дальнозорким людям надо что? Им надо расслабить прямые мышцы. И натренировать косые. Чтобы они сжимали глаз. Чтобы он спокойно вытягивался вперед. И прекрасно ведет к дизею. У кого дальнозоркость? Поднимите руки. У меня тоже была дальнозоркость. Запишите все. 2А. 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 Плоский глаз. 2А. Плоский глаз. Плоский глаз. Поставьте тиреи и напишите. Особый случай дальнозоркости. Плоский глаз. Особый случай дальнозоркости. Особый случай дальнозоркости. Когда фокус глаза находится за сетчаткой глаза. Находится за сетчаткой глаза. Давайте нарисуем плоский глаз. Он рисуется огурцом сверху вниз. В передней части хрусталик. А фокус хрусталика находится за сетчаткой глаза. За сетчаткой глаза. Вот этим людям, у которых плоский глаз, они уже и вдаль не видят без плюсовых очков. Им для дали нужны плюс 2, а читают они плюс 4. Потому что очки плюс 2 возвращают фокус на сетчатку, они в них видят даль. А чтобы увидеть вблизи, надо загнать фокус внутрь глаза. Им нужны очки плюс 4. У кого бифокальные очки и у кого плоский глаз? Поднимите руки. У кого плоские глаза? Я еще кому-то говорю. Ну, это у вас близорукость. А вот плюс у кого очки? Вот у вас еще что-нибудь? Больше ни у кого нет? Бифокальные очки. У вас. Вот у вас плоский глаз. У вас? Я не поверил, сэр. У меня тоже полоский глаз. Тоже, сэр, да. Вот, кстати, вот плоский глаз, это случай самый тяжелый для восстановления по методу Рейца. Потому что людям, у которых плоский глаз, им надо еще сделать глаз круглым. Первое, чтобы вернулся фокус на сетчатку. То есть, чтобы они видели вдаль без очков хорошо. А потом научить еще вытягиваться глаз вперед, чтобы видеть вблизи без очков. Поэтому люди, у которых плоский глаз, им придется поработать дольше, чем другим, потому что у них ситуация более запущена, у них уже фокус ушел за сетчатку глаза. Третий случай запишите. При косоглазии у человека напряжены одна или две прямые мышцы глаза. При косоглазии у человека напряжены одна или две прямые мышцы глаза. И ослаблены противоположные. И ослаблены противоположные. Глаз косит в сторону напряженных мышц. Глаз косит в сторону напряженных мышц. С красной строки. Необходимо расслабить напряженные мышцы глаза. Необходимо расслабить напряженные мышцы глаза. И натренировать ослабленные. Необходимо расслабить напряженные мышцы глаза. И натренировать ослабленные. Зрение восстановится. Зрение восстановится. Вот у нашего известного киноактера-комика Савелия Краморова был очень редкий вид наружно-внешнего косоглазия. У него была напряжена верхняя и боковая прямые мышцы. И глаз у него косил вверх в сторону. И это придавало ему неописуемый комический облик. Помните, там и покойники с косами, и тишина. И как он их глаза эти раскосит. Тут никто от улыбки удержаться не мог. Лет 20 назад он убежал в Америку с Америкой Краморова. И там ему предложили по методу бейца убрать косоглазие. Он согласился. Косоглазие убрал и потерял комическое обаяние. И там он уже был известен как драматический актер. А не комический. И четвертое запишите. При астигматизме... А он практически у всех присутствует у вас. При астигматизме... При астигматизме... У человека по-разному напряжены некоторые мышцы глаза. При астигматизме... У человека по-разному... Слово по-разному подчеркните. То есть не одинаково. У человека по-разному напряжены некоторые мышцы глаза. По-разному напряжены некоторые мышцы глаза. Глаз искажен. Глаз искажен. Глаз искажен. Не имеет формы шара. Глаз искажен. Не имеет формы шара. И не имеет осевой симметрии. Глаз искажен. Не имеет формы шара. И не имеет осевой симметрии. Изображение в глазу искажено. Изображение в глазу искажено. Изображение в глазу искажено. С красной строки необходимо расслабить напряженные мышцы глаза. Необходимо расслабить напряженные мышцы глаза. Зрение восстановится. Зрение восстановится. Ну, еще раз поясню, что такое астигматизм. Представьте, у меня в руках детский воздушный шарик. Я его возьму сверху и с двух боков сожму. И он у меня в нижнюю сторону выдуется грыжей. Правда? Вот точно так же мышцы давят на наш глаз. Напряженные давят с разной силой. И они искажают форму глаза. Он вместо того, чтобы быть симметричным, кругленьким, становится неправильной формой. Ну, например, если напряжены верхние и боковые мышцы, то он будет иметь примерно вот такую форму. Можно написать, нарисовать ее. Вот так вот он раз и вытянулся у нас в эту сторону. И вот за счет того, что он у нас вот таким стал глаз, то нарушился ход учебника. И изображение расплывается, размывается, двоится, троится. Может быть все, что угодно. Вот это вот явление, когда глаз искажен и изображение искажено, называется астигматизм. Как правило, человек при астигматизме путает буквы. Не может точно назвать буквы. На таблице вроде видит и теряется. Это признак астигматизма. Вот четыре аномалии рефракции, которые исправляются по методу Бейца. А теперь посмотрите, что общего во всех четырех случаях, что надо сделать прежде всего, чтобы восстановить зрение. Ну-ка, что там? Расслабить. Поэтому подведите жирную черту под тем, что написали. И ниже большими буквами напишите. Расслабление даст отличное зрение глазам. Расслабление. Что? Нистан. Нистан? Ну это уже нервы. То есть нервы, управление мышцами глаз, нервы. Это тоже помогает, то есть эта вся методика помогает убрать и нистан. Итак, все написали большими буквами. Расслабление даст отличное зрение глазам. Расслабление даст отличное зрение глазам. А тренировка ослабленных мышц, а тренировка ослабленных мышц, позволит нашим глазам прекрасно видеть на любом расстоянии. Расслабление даст отличное зрение глазам. А тренировка ослабленных мышц, позволит нашим глазам прекрасно видеть на любом расстоянии. Прекрасно видеть на любом расстоянии. Из красной строки напишите. Бейтс доказал, Бейтс доказал, что очки калечат наши глаза. Бейтс доказал, что очки калечат наши глаза. Бейтс доказал, что очки калечат наши глаза. Очки обездвиживают глаза. Очки обездвиживают глаза. И не дают нормально работать глазодвигательным мышцам. Очки обездвиживают глаза. И не дают нормально работать глаза двигательным мышцам. Очки – это оптические костыни, прописанные врачами навсегда. очки – это оптические костыни, прописанные врачами навсегда. Вообще, метод Бейтса, в первую очередь, конечно, направлен против очков. Очки у человека калечат глаза. Первое. Когда человек надевает очки, он обездвиживает глаза. У человека, который очки не носит, глаза постоянно в движении. То вверх, то вниз, то вправо, то влево, то вбок. И у него работают прямые мышцы глаз. А раз они работают, они в хорошем тонусе, в работоспособном состоянии. Как только человек надевает очки, он начинает крутить не глазами, а шеей. А, что, кто, где, чего. И в результате глаза в глазницах неподвижны. А раз глаза неподвижны, мышцы прямые, не работают. А у человека те группы мышц, которые не работают, они очень быстро детренируются, начинают деградировать и могут атрофировать даже не совсем. Второй вред, который наносят очки, это то, что они работают вместо косых мышц глаз. Человеку близорукому, вместо того, чтобы расслабить косые мышцы, он надевает минусовые очки и прекрасно видит. Ему не надо расслаблять мышцы глаз. А у людей дальнозорких, вместо того, чтобы напрячь косые мышцы, сжать глаз, чтобы он вытянулся вперед и увидеть вблизи, в дальнозорке человека надевает очки плюсовые. И ему не надо уже этими мышцами работать, он вместо них работает стекляшка, он прекрасно видит вблизи. Поэтому очки не дают нормально работать косым мышцам глаз. Запишите еще. Глаза – это участки мозга, выведенные наружу. Глаза – это участки мозга, выведенные наружу. Участки мозга выведенные наружу. И поэтому... Участки мозга выведенные наружу. И поэтому трудно быстро восстановить зрение, а мы хотим быстро восстановить. И поэтому трудно быстро восстановить зрение, не улучшая состояние здоровья вообще. Трудно быстро восстановить зрение, не улучшая состояние здоровья вообще. Не улучшая состояние здоровья вообще. Я, соратники, уже 13-й год преподаю вот в этих народных университетах здорового образа жизни. У нас накоплен был большой опыт общей оздоровительной работы. И когда мы вот это вот общее оздоровление включили в систему восстановления зрения по методу Бейца, мы увидели, что скорость восстановления зрения резко возросла. Потому что глаза, мышцы, все это связано с мозгом, связано с чистотой нашего организма. И когда человек начинает параллельно тому, что делает упражнение для глаз, ведет очистку клеток мозга, очистку мышц своих и так далее, то процесс, конечно, резко и резко ускоряется. И поэтому мы какое-то время довольно значительное будем посвящать на занятиях и проблемам общего оздоровления, проблемам здорового образа жизни, как основы быстрого восстановления здоровья и зрения. А сейчас запишите тему лекции. Почему люди имеют вредные привычки и носят очки? Почему люди имеют вредные привычки и носят очки? Имеют вредные привычки и носят очки. На сегодняшний день мы считаем ношение очков разновидностью вредной привычки, которая у человека ухудшает его здоровье и зрение. Ну, как пример, все же знают, что хорошо ездить на машине, правда, лучше, чем ходить пешком. Но если человек будет только ездить на машине и перестанет ходить пешком, что у него начнется? Начнется гиподинамия, начнут ноги отсыхать. Вот примерно то же самое делают и очки. Да, в них видно лучше, но они глазам вредят и вредят очень сильно. Поэтому это вредная привычка. Вот эту тему, почему люди имеют вредные привычки и носят очки, я вам раскрою с совершенно неожиданной для вас стороны. Но я хочу заметить, что в том курсе, который я вам буду читать, нет ни одного лишнего слова. И если вдруг в какой-то момент кому-то покажется, что то, что я рассказываю, его вроде бы не касается, вот здесь удвойте свое внимание. К концу занятий вы поймете, что это было для вас, может быть, одно из самых важных моментов. Просто вам не хочется этого слышать, лекарство больно горькое. И у вас включается защита. Я не хочу это слышать, значит мне это не надо, а оно как раз вам в самую точку, может быть, это дело и бьет, и пила. Итак, почему люди имеют вредные привычки и носят очки. Я закончил Новосибирский государственный университет в 71-м году. И вот буквально в моем родном Новосибирском университете 3 декабря прошлого года, 99-го года, в общежитии, в кафе сидели 4 студента за столиком математического факультета, сидели, пили пиво и курили. За сном обсуждали свои проблемы. За соседним столиком сидело точно таких же 4 студента, тоже 4-го курса, взрослые, кстати, люди уже, химического факультета, и тоже сидели, пили пиво и курили. И вот у студентов-химиков кончились сигареты, курива. И они подошли, попросили загурить у математика. Но то ли они не так попросили, то ли им не так ответили. В результате завязавшейся драки одного студента зарезали наспыль, трое в реанимацию попали, а против оставшихся четверых заведено уголовное дело за убийство, за нанесение тяжких телесных повреждений. Статья от 7 до 20 лет тюрьмы. Я думаю, что каждый из вас, наверное, ни одну и ни две вот таких душераздирающих истории про алкоголь и табак может рассказать. Каждый знает. Но всякий раз, когда я слышу эти истории или сталкиваюсь с ними, передо мной встает немой вопрос. Ну почему же люди пьют? Ну почему люди пьют? Все же знают, что это плохо. Все же знают, что это добром не кончится, это может трагедией, тюрьмой, смертью закончиться. И тем не менее, ведь куда ни возьмешь, практически все люди пьют и курят. Почему? И второй вопрос, который вытекает из первого, а вот виноваты ли люди в том, что они курят, пьют, переедают, сквернословят, хулиганят, воруют, носят очки, вообще имеют вредные привычки. Люди в этом виноваты или нет? У нас в обществе однозначное мнение, да, конечно, виноваты. Он пьет, а не пить не умеют, их надо наказать, посадить, лишить и так далее. Так вот, наш замечательный ученый Геннадий Андреевич Шучко разобрал все дурные привычки, которые мучают современного человека и пришел к совершенно парадоксальному выводу о том, что, оказывается, люди не виноваты в том, что они курят, пьют, переедают, сквернословят, очки носят, имеют вообще вредные привычки. Их так запрограммировали. Оказывается, эти люди являются рабами ложных программ, записанных у них на уровне подсознания. Вот эти-то программы время от времени выходят наружу и заставляют людей совершать подчас вот такие вот чудовищные поступки. Запишите все с красной строки. Люди не виноваты. Люди не виноваты в том, что они курят. Люди не виноваты в том, что они курят пьют, пьют, переедают, в том, что они курят, пьют, переедают, сквернословят, переедают, сквернословят, носят очки, носят очки, имеют другие вредные привычки. Носят очки, имеют другие вредные привычки. Поставьте тиры и напишите «Их так запрограммировали». «Их так запрограммировали». «Их так запрограммировали». «Их так запрограммировали». «Так что же это за программы такие, которые так мешают человеку жить, и более того, могут довести до трагедии, до смерти и даже до тюрьмы? Как они там в голове формируются, как они там живут, развиваются и можно ли, если можно, то как от этих программ человеку избавиться. Вот эту задачу решал наш психофизиолог Геннадий Андреевич Шичко. Он ученик и последователь академика Ивана Петровича Павлова. Все вы знаете, что Павлов автор теории условных и безусловных рефлексов, как основу взаимодействия живых организмов со сведой. Так вот Шичко, как талантливый ученик, развил эту теорию, довел ее до совершенства и предложил метод, который во всем мире сейчас так и называется, метод Шичко, согласно которого любой человек быстро, легко и бесполезненно может избавить себя от любого вредного, приобретенного условного рефлексов. Шичко открыл социально-психологическую запрограммированность поведения всех людей. Что это такое? Ну вот нам кажется, что мы люди свободные, что хотим, то делаем, как хотим, так живем. Это очень и очень далеко от истины. У каждого человека в сознании, и что хуже всего в подсознании, записаны сотни различных программ и стереотипов поведения. И всякий раз попадая в ту или иную конкретную ситуацию, человек, не думая, включает нужную программу, и эта программа управляет его действиями. Ну, например, вечером к вам звонок в дверь, пришли гости. Вы же каждый раз не думаете, кто такие гости, 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 ну как на букву Г энциклопедию не листаете, может там написано, кто такие гости, что делать-то? Нет, конечно. У вас включается программа гостей. Рот до ушей, бутылки на стол, ну все там записано. Что и как гостей принять, уважить у вас в голове, эта программа сидит. Шичко очень подробно рассмотрел, как программируются натурное наши дети. В частности, как они программируются на употребление алкоголя и табака. Я вам логику Шичко относительно алкоголя и табака перескажу, а потом обобщу на любую вредную привычку, в том числе на вредную привычку носить очки и калечить свои глаза. У нас в нашей стране не было известно ни одного случая, чтобы ребенок родился в роддоме с папиросой в зубах или с бутылкой портвей на подмышке. Ну ни в одном роддоме такого не зафиксировано. Все дети рождаются идеальными трезвенниками. Но как же так получается, что вот он родился небесный ангелочек, а через 15-20 лет из него выросли дядя или тетя, которая уже и курит, и пьет, и еще бог знает чем занимается, чем заниматься-то бы совсем и не надо. Вот как это происходит? Давайте посмотрим. Родился ребенок. В момент рождения у ребенка ни одного условного рефлекса, ни одной социально-психологической программы нет. Только рефлексы безусловные. А именно, кричать, сосать, дышать, двигаться, так сказать, вот эти рефлексы. Но с первых минут жизни ребенок всеми органами чувств жадно впитывает окружающий мир, и этот мир формирует его отношение к этому миру. Вот те самые социально-психологические программы. Если бы нашим детям никто никогда в жизни ничего про алкоголь, табак не рассказал и не показал, они бы у нас лет до 150 доживали, так бы все здоровенькие и умирали. Но в том-то и дело, что расскажут и покажут, и расскажут и покажут очень и очень быстро. Вот ребенку полгода, первый юбилей, а папа-мама рады, на зубок, гостей, родню собирают, бутылки на стол, пьют, песни поют, пляжут. А он сидит в колясочке, он ходить не умеет, он говорить не умеет, но он все прекрасно понимает. Он понимает, что песни поют и пляжут с этих красивых бутылок на столе, это-то он понимает. Но каждый же день папа с мамой не поют, не пляжут. А тут по третьему стакану заливи, да такое началось. Эх, он думает, как же я ходить-то не умею, я бы стакан другой заложил, тоже бы с ними поплясал. Пошла у него в подсознание интересная информация относительно красивых бутылок на столе. Дальше больше пришел к отцу сосед, дядя Коля. Нога на ногу, папиросы в зубы, дым в потолок, сидят, умный разговор ведут. Ребенок не понимает, о чем говорят, но понимает, что умные. Наверное, думают они потому и умные, что дым сосут. Вырастут, тоже будут дым сосать. Пошла информация в подсознание. А где-то около года в жизнь наших детей вторгается одно из самых страшных зол современности, это телевизор. Я вам не буду говорить, что вообще наши дети видят по телевизору, это вы и без меня знаете. Я вам проанализирую только 3-4 самых популярных детских мультфильма. Вот мультики-то чему наших детей учат? Причем не американские, а наши, отечественные мультики. Ну, самый первый мультфильм детский, это крокодил Гена и Чебурашка, да? Если вы в большом городе своего ребенка сходите в зоопарк и покажете крокодила, ничего, кроме омерзения, у ребенка с нормальной психикой крокодил вызывать не должен. Ребенок может восхититься белочкой, кожной, не крокодилом же. Вот такой он лежит поле на 2 метра, с вот такими зубами, да он человека сожрет, глазом не моргнет. Но стоило этому омерзительному крокодилу всего-то ничего, засунуть в рот трубочку с табаком. И он сразу стал таким добрым, таким милым крокодилом Геной. Но ребенок до этого не понимает, вернее он понимает, тот в зоопарке не курит, тот плохой, а этот курит, этот хороший. Пошла информация в подсознание. Сериал, ну погоди, а ведь волк он привлекательный герой, особенно нашим мальчишкам, это ему удаль, понятие, и все. Обратите внимание, на протяжении всех серий папиросу из зубов волк не вытаскивает. Зачем вы это? Трое из Простоквашина, государственная премия. Дяде Федору 6 лет, помните, с котом-собакой в деревню ушел жить. Долго думали, давать ему папиросу в зубы или не давать, решили не давать. Но обратите внимание, у дяди Федора мама злая, мама не курит, а папа добрый, и папа-то у него курит. Зачем вы это? Про алкоголь, пожалуйста. Смотрю мультфильм про блинного героя Буслаева. Набирает Буслаев дружину врагов воевать. Ну, кого раньше брали в дружину? В дружину брали людей сильных, ловких, смелых, тех, кто может с оружием обращаться. Да ну что вы, какая ерунда. В фильме все показано детям. Выкатывает Буслаев бочку с водкой и тазиком черпает. Пей. Тазик водки выпил, дружину не выпил, шел вон. То есть он себе алкоголиком в дружину-то набирал. Но ведь дети-то это все тоже за чистую монету воспринимают. А в три года первый раз наше детятя в очередном застолье вылезло из-под стола и тоже потянулось за стаканом. А ему по руке цыц, мало еще. Вот подрастешь, вот тогда и будешь пить и курить. Эх, он думает, опять сплоховал. Но ничего, сейчас годик-два, да как подрасту, да как запью, закурю. Стану взрослым самостоятельным человеком. У ребенка в подсознании уходит мощнейшая установка, что без алкоголя, табака, жизнь не жизнь. Что это признак взрослости, полноценности. И он начинает стремиться к этому. А в пять лет первый раз все пьяные по углам расползлись. Он этот стакан со стола взял, бульк туда, а оно хлоп, все назад. Но это же яд, да что ты будешь делать. Он этот окурок поднял, затянулся, а вместо радости, счастья у нее и кашель, и слезы, и рвота, да что ты будешь делать. Папа с мамой сосут хоть бы хны, заливают и ничего, а он разве не такой. И ребенок начинает недоумевать и начинает ломать в себе защитные биологические барьеры против этих ядов. Ломает, переламывает и вот он уже герой. Он уже сигарету сосет, его не рвет, алкоголь употребляет, его не тошнит. А потом он попадает в плен к этим наркотикам. Ведь и алкоголь, и табак это наркотики. И наркотики страшные, они берут в плен душу, тело, и терзают. И в самом расцвете сил могут в могилу человека загнать. Но возьмите того же Высоцкого. Ведь в 42 года талантливый человек загнали его в могилу. Вот такую картину нарисовал Геннадий Андреевич Шичко. Вы скажите, картина очень простая и примитивная. Я согласен. Но вот Вам маленький пример. Рядом с моим домом детский сад. У меня туда младшая дочка ходила. Как только я понял, как формируются программные установки на дурное у детей, я тут же пошел в детский сад. Ставшую группу шестилеток. Здрасте, здрасте. Как живете? Да хорошо живем. А во что у Вас дети играют? О, у нас упреждена программа с печатью развивающих игр. Я говорю, нет, вот меня интересует, в праздник у Вас дети играют? Ну что, Владимир Георгиевич, праздник это любимая детская игра. После каждого праздника дети у нас играют в праздник. Я говорю, ну вот вчера праздника не было, а давайте сейчас проснуться, устроим игру в праздник. Я хочу посмотреть, как дети играют в праздник. Хорошо. Дети проснулись, воспитательца в ладошке похлопала. Детки, сегодня играем в праздник. Праздник, ура! Все дети моментально приосадились. Мы, взрослые, стоим в стороне. Они тут же составили столы, вокруг расставили стульчики, расставили кубики в виде стаканов, расставили кегли в виде бутылок. Тут же у них там шарики, мячики, закусь, апельсины. У них там ада объявился. Открывай, наливай, тосты поднимай. Да тосты-то поднимают. Я заслушался за прекрасных дам, за вечную любовь, за успехи на производстве. Поднимают кубики, чокаются, пьют. Кто крякает, кто морщится, кто рукав нюхает. После третьего стакана мальчишки встали из-за стола, начали ходить, изображать из себя пьяным. Начали качаться, начали друг на друга задираться, какие-то обиды старые вспоминать. Начали вдруг матом в открытую материться. Воспитательница хотела прекратить это безобразие. А я ее придержал, ну дальше, ну чем-то праздник кончится, ж должен. Ну а дальше, естественно, вмешались девчонки, начали за пьяк растаскивать, на себя верхом грузить, носить их, на диваны кровати укладывать, уговаривать, успокаивать. Ну праздник. Натуральный праздник. Понимаете, вот у этих 5-6-летних детей в подсознании записана мощнейшая программа, что такое праздник. Праздник это обычный день, когда на работу ходить не надо, когда накрывают большой и вкусный стол. На этот стол в красивых бутылках ставится вот это самое дурево. Человек это дурево в себя заливает, дуреет, а там что хочешь вытворяй. Тебе все с рук сойдет, сегодня праздник. Я пошел к трехлеткам в старшую ясельную группу. Здрасте, здрасте, в праздник играете? Нет, у нас такого нет. И я им рассказал об этом программировании на дурное. Вадим, голос, нянечка и воспитатель. Владимир Георгиевич, так у нас-то еще хуже. Ведь шестилеткам что-то можно объяснить. Нашим трехлеткам же ничего объяснить нельзя. Нам санэпидстанция категорически запретила выводить ясельников за территорию детского сада. Почему? Да потому что дети всех до единого курящих родителей первое, что делают, когда выведем, самый заплеванный окурок где-то в урне хватает, идет, сосет и отобрать не может. Ну а почему нельзя? Папе с мамой можно, ему-то почему нельзя? Так вот, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, я хочу вас уверить, что вот эти трехшестилетние дети с вот такими уже записанными в подсознании программами, как только у них появится первая реальная возможность заменить кегли на настоящие бутылки, как только они научатся распуривать эту наркотическую вонючую палочку с ядовитым табачным дымом, они у вас начнут пить, начнут они у вас курить и покатятся они у вас туда, куда, наверное, ни один папа с мамой не хочет, чтобы его дети покатились. Сейчас на нашу страну обрушилась мировая наркотическая мафия. Она организовала страшную наркотизацию нашей молодежи. Как уберечь? Как уберечь своих собственных детей от той страшной участи, которая им грозит? Вот как у своих детей разрушить в голове, в подсознании вот эти ложные программы, которые, кстати, мы же им туда и записали, правда? Вы же не зря сидели и улыбались, я же про вас, про ваших детей рассказывал. Как? Ни медицина, ни педагогика даже задачи себе такой не ставит. Единственная наука, которая дает ясный, грамотный и точный ответ, вот что надо сделать с детьми, чтобы разрушить у них вот эти ложные программы, это психоанализ Геннадия Андреевича Шичко, тот самый, который мы будем с вами изучать и использовать в течение этой недели. А сейчас запишите все заголовочек. Лестница Шичко. Лестница Шичко. Это лестница дурных привычек, дурных наклонностей человека. Лестница Шичко. Это лестница дурных привычек, дурных наклонностей человека. Итак, первая ступенька, первый кирпичик записали все. Программа. Программа. Сбоку дайте сносочку и напишите. В нас закладывается извне. Программа. В нас закладывается извне. Ну, кем закладывается? Родителями закладывается. Окружение, школа, улица, средства массовой информации. Я особо хочу подчеркнуть, что если у человека в голове нет программы на дурное, он в принципе на это дурное не способен вообще. Вот я хочу спросить, кто-нибудь из вас пришел заодно избавиться от злоупотребления перекисшим соком папайи? Есть кто-нибудь злоупотребляет? Нет? А зря улыбаетесь. В Индонезии это национальная катастрофа. Каждый второй злоупотребляет и режутся, и вешаются, и друг друга режут. Но у них эту перекисшую папайю круглые сутки по телевизору рекламируют. Круглые сутки на всех углах продают. Мы об этом ничего не знаем, я еще не встречал в нашей стране ни одного человека, который бы страдал от этой перекисшей папайи. Особенно зловещую роль последние 10 лет в программировании наших детей на дурное играют электронные средства массовой информации и особенно телевидение. Я вам даже больше соратники скажу. Под предлогом так называемой демократизации наши центральные каналы телевидения и очень многие местные каналы захватили страшнейшие люди, сатанисты. Страшнейшие люди захватили наше телевидение. И сейчас эти люди с экранов телевизоров в подсознание наших детей закладывают программы жестокости, насилия, убийства, самоубийства. И вот эта работа, которую они ведут уже 11 год, она уже оборачивается страшными, страшными, так сказать, фактами. Когда солдатики в армии, помните, друг друга, не задумываясь, с автоматом стреляют, жизнь-то человеческая копейки не стоит. У нас в Академгородке два года назад был дичайший случай. Два подростка, 14-15 лет, птика издевались и зверски убили свою одноклассницу в ее собственной квартире. А потом долго не могли объяснить, зачем, чему они сделали. Вылезла программа из подсознания, совершила свое страшное дело и вернулась назад. Вторая ступенька называется приобщение. Приобщение. Дайте сносочку в бок и напишите. Очень болезненное. Приобщение. Очень болезненное. Вообще человеку приобщиться к чему-то дурному непросто. Первый раз приобщиться. Вот, например, заложена программа. Трудно первый раз употребить алкоголь. Отрава, яд, тошнит, рвет, голова кружится. Страшно, невозможно первый раз закурить, затянуться. Это же кашель взбивает рвота. То есть страшные ощущения в человека. Вспомните, как вы первый раз надевали на нос себе очки. Уже программу заложили. Тетя врач сказала, очки носи. Вот их уже заказали. Вот их уже купили. Ребенку их на нос надевают. Он их срывает, бросает. Но это же противоестественно. Колеса себе на глаза нацепить. Давайте еще раз берем какие-то дурные привычки. Вот ребенку заложили программу хулиганства. Иди, бей слабого и этим самоутверждайся. Программу-то ему заложили. Но вот ты пойди первый раз ударь живого человека в лицо. Вот пойди, ударь. Ведь это надо в себе переступить через заповедь Божию. Не убить. Ведь ты же можешь ударить, можешь убить человека. Правда? Это же страшно. Ребенку в семье заложили программу воровства. Иди, воруй, будешь жить вот так. Программу-то заложили. Но ты пойди, укради первый раз чужое. Ведь это в душе тоже надо через заповедь Божию переступить. Не укради. Но как только человек приобщился к этому порогу, дальше он уже катится как по маслу. Третья ступенька называется привычка. Дайте сносочку у Бога и напишите. В праздник по случаю реализует программу. В праздник по случаю реализует программу. В праздник по случаю реализует программу. Очень многих людей спрашивают. Так вы пьете? Не, 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 что вы. Я ну и в праздник, на Новый год, все. Все понятно. Есть дурная привычка употреблять алкоголь, но только в праздник, только в Новый год. Многих женщин молодых спрашивают. Так вы курите? Не, не, что вы. Ну иногда с подружкой все понятно. Есть дурная привычка сосать ядовитый табачный дым. Но только с подружкой, только в определенных условиях. Я заметил, многие люди по проблеме переедания сидят на третьей ступеньке. Так человек ест нормально. А в праздник надо так наесться, что глаза давят и плохо, и больно. А вот сидит в голове программа, что в праздник надо объедаться. И человек объедается. Да, сидит на третьей ступеньке. У него привычка объедаться по праздникам. Четвертая ступенька называется потребность. Потребность. Дайте сносочку и напишите. Дурное берет в плен. Потребность это дурное берет в плен. Ну по части, скажем, алкоголь, это пока формируется зависимость. Человеку уже плохо, ему уже надо, ему уже, так сказать, он уже без этого не может. Вот я за неделю приобщился к очкам, и через неделю я уже сидел на четвертой ступеньке. У меня была стопроцентная потребность в очках, плюс полтора. Я уже днем без очков ничего не видел, не мог ни читать, ни писать. Давайте еще какие-то вредные привычки разберем. Вот я в детстве держал кроликов, и соседский мальчик тоже держал кроликов. Я как-то к нему в сарай пришел, смотрю в углу сарая, корка красивых блестящих никелированных гаек лежит. Я подошел, ногой поковырял, я говорю, слушай, что это за гайки? Он говорит, да, отец с химкомбината таскает. Я говорю, отцу они зачем? Да, отцу они не зачем, у него больше украсть нечего. Понимаете? То есть у человека в голове программа, что с работы что-то надо утащить. Он гайку бесполезную красивую утащил, у него уже программа выполнена, он уже идет, уже удовлетворен. Рядом с нами жила одна соседка, которая себя вела очень странным образом. Она утром садилась в переполненный автобус и в автобусе начинала. Одного пихоня, второго, а-ва-ва, а-ва-ва. Пол автобуса на уши поставит, через две остановки выходит и пешком идет домой. Ее все спрашивали, ты зачем это делаешь? Она отвечала так, если я с утра с кем-нибудь не полаюсь, я вся прыщами могу и зайти. И она точно знала, что если она с утра эту дурную энергию на кого-то не сбросит, У ней будет серьезное расстройство со здоровьем, потому что по вредной привычке раздражительность, она сидела как раз на вот этой четвертой ступеньке. Пятая ступенька, напишите, установка. Дайте сносочку и напишите, живет, чтобы есть, работает, чтобы пить. Установка, живет, чтобы есть, работает, чтобы пить. Пятая ступенька. Пятая ступенька. Пятая ступенька. Он в анкете алкогольной сам пишет фразу, я работаю для того, чтобы заработать деньги на алкоголь. Можно было бы пить, не работая, он бы и работать не стал, он 10 раз быстрее себя этой водкой убил. Ну и последняя ступенька. Вот так аккуратно скосите уголки. Последним проведите прямую линию и поставьте большой православный крест. Это могила. То есть дальше дороги уже никакой нет. Могила. Выяснил, да, у нас в стране есть наркологи. И вот здесь между прокладом и приобщением напишите наркологи. Вот тут они сидят. Наркологи. Главная задача наркологов одна. Человека, который уже одной ногой в могиле стоит, любым способом отлучить от алкоголя или от наркотика. Ну, например, посадить в тюрьму, да, в тюрьме он пить не будет, точно в тюрьме все алкоголики тут же выздоравливают. Или, скажем, в ЛТП послать, там якобы тоже пить не будет. Или зашить ему ампулу и сказать, выпьешь, умрешь. Человека страх держит, помирать никто не хочет. Но ведь программы-то врачи-наркологи у пациента не разрушают, правда? Более того, почти все врачи-наркологи, которых я знаю, сами курят и пьют и ко мне приходят на курсы избавляться от алкоголизма. По степени спиваемости наркологи стоят на втором месте среди врачей после хирургов. То есть на первом месте хирурги спиваются, на втором – наркологи. А ведь программа-то у человека бесится. Программа-то бесится, всем-то пить можно, а ему нельзя. Вот Марина Влади в своей книжке о Высоцком «Владимир или прерванный полет» приводит такой интересный случай. Дважды Высоцкий во Франции зашивал себе противоалкогольный препарат эспираль. И дважды в Москве он доходил до такого состояния, вилкой на кухне выковыривал его из-под кожи и уходил в очередной запой. Вот ведь как бесится эта программа, это не шутки. И вот когда Шичков все это понял, он встал и сказал, люди, да сколько же можно друг над другом издеваться? Вся проблема всего дурного в обществе заключена вот в этих дурных программах у людей. И надо помочь человеку разрушить эту программу, а вместо нее записать правильную программу. И тогда он станет свободным от этой лестницы, как все мы свободны от злоупотребления перекисшей папайи. Никого же это не волнует и не может. Так вот мы с вами соратники в течение этой недели как раз и будем заниматься тем, что будем у себя в подсознании разыскивать различные ложные программы и программки, разрушать эти ложные программки. А вместо них записывать себе новые программы. В том числе записывать самую главную для нас программу. Программу быстрого восстановления здоровья, быстрого восстановления нашего зрения. Вот чем мы будем заниматься на наших занятиях. Домашнее задание. Дома двойной лист бумаги школьной в клетку. Можно я покажу ваше? Вот такой вот двойной лист бумаги в клетку. И сверху все напишите слово. Анкета. А сейчас возьмите все в руки анкету, которую я вам раздал. Все возьмите в руки анкету. Так? Значит, сами вопросы писать не надо. Только пишите номер вопроса и ответ. Номер, ответ. Но ответ должен быть полный, развернутый, чтобы я понял, на какой вопрос вы отвечаете. Понятно? Итак, первый вопрос. Фамилия, имя, отчество. Все слова фамилии аккуратно зачеркните на анкете и напишите сверху псевдоним. Фамилию зачеркните, напишите псевдоним. Псевдоним. И вот сейчас всем вам надо выбрать себе псевдоним. Где ваша анкета? А, это и ваша анкета. Дайте мне анкета. Все зачеркнули слово фамилия и написали псевдоним. И вот сейчас, соратники, всем вам надо будет выбрать псевдоним. И вы наши курсы пройдете не под своей настоящей фамилией, а под псевдонимом. Почему? Дело в том, что я вам буду давать некоторые домашние задания, анкеты, дневники. И вам придется о себе отвечать в этих анкетах довольно откровенно. И мы заметили, что человеку легче отвечать о себе откровенно, если стоит не его настоящая фамилия, а стоит псевдоним. Понятно? Но псевдоним можно взять не любой. С этой минуты на курсах каждый из вас будет носить девичью фамилию вашей матери. Вот девичья фамилия вашей матери будет вашей фамилией на наших курсах. И все бумаги, все анкеты, дневники подписывать вот этой вот фамилией. Имя отчества менять нельзя. А если на сборку, то у вас же имя отчество разное будет? Ну и все, отлично. Дальше второе. Зрение ваших родителей. Напишите какое. Третий вопрос. А если я знаю. Что? Ну не знаю, напишите, не знаю, какое зрение у родителей. Третье. Ваши заболевания врожденные, связанные с образом жизни, с условиями работы. В каком возрасте стало ухудшаться зрение, причины падения зрения? Состояние вашего здоровья сейчас. Состояние вашего зрения сейчас до коррекции. Расстояние до текста в сантиметрах, позволяющее читать без очков и напряжения. И идет правый глаз, левый глаз, оба глаза, минимум, оптимум, максимум. Как померить эти расстояния? Значит, сегодня дома вы возьмете все приглашения. Дайте мне кто-нибудь приглашение, да? Возьмите приглашение. И на этом приглашении возьмете любое слово, любое слово, которое вы достаточно хорошо, но самое мелкое, видите, с расстояния примерно 30 сантиметров, без очков. Ну, скажем, слово Жданов, пример. Вот вы взяли слово Жданов, так, которое без очков. Без очков, с расстоянием 30 сантиметров, видите, примерно. Вот с такого расстояния, да? Если у кого-то совсем зрение плохое, надо взять заголовок газеты, там, советская Хакасия, да? То есть более крупный шрифт, и с ним будете работать. Если у кого-то зрение получше, можете взять Владимир Георгиевич, или можете взять любую строчку в этом приглашении, так? И начнете измерять вот эти вот параметры. Как они измеряются? Значит, вы возьмете. Сегодня дома сделаете себе линейку деревянную. Каждый сделает деревянную линейку из реечки. Линейка должна быть длиной примерно сантиметров 60. Если нет такой линейки, возьмите любую реечку, нанесите на нее сантиметры, и это будет ваша линейка. С ее помощью будете мерить параметры вашего зрения. Каждый раз измерения надо проводить в одном и том же месте, при одном и том же освещении. Вот я у себя дома всегда измерял на кухне. И я становился спиной к столу, а у меня сверху, вот оттуда светил плафон, ну лапа. Потому что если будет разное освещение, будет разный результат. После этого вы берете пустую оправу без стекол, вот у меня здесь стекол нет в этой оправе, заматываете левый глаз тряпочкой, под правый глаз ставите эту линейку, и начинаете измерять параметры зрения правого глаза. Как это делается? Смотрите, что увидят дальнозоркие. Кто дальнозоркий? Поднимите руки. Я тоже был дальнозоркий. У дальнозорких будет такой результат. Они берут это слово, ведут, 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 и вот буквы начали расплываться. Все ясно. Минимальное расстояние, как только буквы начали расплываться, 11 сантиметров написали. Максимальное расстояние. Ведут, 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 ооо, руки не хватает. Дальнозоркий видит далеко. пишите максимальное расстояние больше метра. Больше метра. А оптимальное расстояние поводите вот так туда-сюда, туда-сюда, и вот в каком-то расстоянии видите лучше всего, скажем, оптимальное 42 сантиметра. Потом посмотрели левый глаз, правый замотали, померили левый глаз, а потом оба глаза сняли со всем эти очки, подставили линейку к переносице, и смотрите двумя глазами. Минимальное расстояние, максимальное и оптимальное. Что увидят близорукие? Кто близорукий? Поднимите руки. У близоруких будет такой результат. Они надевают очки, меряют правый глаз. Смотрят. Идут, 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 идут. Опа! 3 сантиметра пишут. Минимальное 3 сантиметра. Максимальное. Ведут, 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 и вот начал расплываться. Все ясно. Максимальное 32 сантиметра. А оптимальное, поводили, и где вот лучше всего видно, вот это вот расстояние у вас и будет оптимальное. Потом померяете левый глаз и оба глаза. Понятно? Значит, сегодня проведете все измерения. У кого их зовут? Сегодня проведете дома все измерения. Если у кого-то что-то не получится, завтра принесете перед началом занятия линейку свою эту. Принесите этот шрифт, с которым вы работали. И мы вам здесь за одну секунду, я, Александр Алексеевич, мы вам покажем, измерим все эти ваши параметры. Понятно? То есть, если у кого-то что-то не получится, завтра принесите линейку и ваше решение. Так, седьмое. Какое зрение с коррекцией? Поставьте минус, на этот вопрос не отвечайте. Это надо было бы при определенном освещении посмотреть, какую вы видите строчку в очках. Но мы с вами очки будем снимать, так что нас это сильно не волнует. Восьмое. Какие очки диоктрии минс вы носите и способствуют ли они, по вашему мнению, улучшению зрения или ухудшению его? Были ли хирургические операции, травмы в вашей жизни? Все операции и аппендициты, и гланды, и переломы, все надо написать. Что-то могло стать причиной ухудшения вашего зрения. Как часто приходилось менять линзы очков? Лечебные учреждения, в которых вы состоите или состояли на учете, лекарства, принимаемые в настоящее время по рекомендации врача по собственной инициативе, цель их приема. Все лекарства, которые вы принимаете, либо собираетесь принимать в течение этой недели, надо написать. Есть ряд лекарств, противопоказанных методу Шичко. Это все лекарства, которые действуют на сознание человека. Это снотворные, успокоительные, транквилизаторы, и все лекарства на алкоголе. Алкоголь, он тоже действует отрицательно на мозг. Эти лекарства блокируют подсознание, оглупляют человека. А наша задача в течение этой недели открыть сознание, подсознание разыскать ложные программы, их убрать оттуда, новые программы себе туда записать, а это все противодействует. Поэтому напишите все лекарства, я знаю, какие лекарства противопоказаны, и если что, я вам подскажу, чем и как их заменить, или как от них отказаться. Следующее. Периодичность употребления пищи, особенности употребления, какую пищу предпочитаете, ваши любимые напитки. Вот шестнадцатый вопрос. Занимаетесь не вы в настоящее время физкультурой и спортом, утренней, вечерней ходьбой, бегом, гимнастикой. Сколько времени в день посвящаете этому? Семнадцать. Ваши отношения к оздоровительным системам. Иванова, Брега, Семенова, Шаталова, Шелтана, Амстронга и других. Напишите, если чем-то занимались, напишите, столько-то лет занимался, по такой-то причине перестал. Восемнадцать. Откуда вы получили информацию о работе курсов? Напишите. Кто-то в газете прочитал, кто-то по радио, кто-то видел афишу, а кто-то и то и другое видел. Поэтому напишите, нам важно знать, как работает эта реклама. Девятнадцать. Ваши планы на будущее. До какой степени хотели бы улучшить зрение, за какой период, как упорядочить режим жизни? Вот здесь все должны написать. Я хочу восстановить здоровье и зрение, чтобы видеть без очков, так же, как в очках, и даже лучше. Хорошая программа. Пишем все такую программу. А вот за какой период, это мне самому интересно, насколько вы люди реальны. Я вот носил очки, плюс полтора, посадил зрение до плюс двух, но я за пять дней восстановил свое зрение. Я через пять дней уже без очков видел мелкие шрифты. У меня в Черногорке, я как-то один раз проводил у вас в Черногорке группу, и там было двое пенсионеров, у них оба имели плюс три, оба носили очки, читали. Они на шестом занятии без очков читали газету, я был просто поражен. Но они дома на перегонке, кто скорее снимет очки, кто скорее без очков увидит, они занимались всю неделю только вот этими занятиями и посвящали. Значит, если... А кто способен, вот, в смысле, заболевания, вот, безорукости, тронозорности, вот, в какой период? Что? Я сейчас скажу. То есть, вот люди, я говорю, они исправили за шесть дней такую плюс три. Но, естественно, если человек носит очки очень долго, допустим, там, несколько лет, десять лет, пятнадцать лет, если у него уже глаза запущили, там, зрение минус восемь, минус девять, то ясно, что мышцы уже настолько приросли к глазам, что, чтобы сдернуть их, то придется заниматься кому-то и месяц, кому-то и два месяца. Поэтому вы себе как раз и набейте план. Мне интересно посмотреть, насколько вы люди реальны. При вашем, так сказать, состоянии зрения, какой вы себе срок восстановления зрения напишете. Ну и последнее, как упорядочить режим жизни. Не надо написать. Я буду выполнять домашние задания, упражнения, так сказать, буду работать. Место работы учебы, адрес, телефон и так далее. А если у вас адрес? Что? Если у вас адрес, или у вас там номер, напишите свой адрес. И на городе. После этого, соратники, вы должны взять новый двойной лист бумаги в клетку. Новый не на этом же, а на другом. Потому что вы завтра мне их сдадите на проверку, я анкеты оставляю себе, а дневник я проверю, и вам верну проверенный дневник. И пишите сверху, дневник коррекции зрения, номер один. Переверните этот листочек, и на нем написаны вопросы дневника. Сами вопросы писать не надо, только номер вопроса, ответ, но ответ полный, развернутый, чтобы я понял, о чем вы говорите. Итак, фамилия псевдоним, имя, отчество, фамилию аккуратно зачерпните, писать в бумагах только псевдоним. Фамилию писать не надо. Дата заполнения, время начала, окончания дневника. Третье. Минимально оптимальное, максимальное расстояние до текста, позволяющее читать без напряжения и очков сегодня. И идет табличка. Правый и левый глаз, оба глаза, минимум, оптимум, максимум. Второй раз измерения проводить не надо. Второй раз проводить не надо. Вы просто из анкеты перепишите. Понятно, да? Из анкеты перепишите в них. Четыре. Работа за прошедший день по организации правильного питания. Кто-нибудь сегодня что-нибудь делал в этом направлении? Нет? Так писать нельзя. Вы должны на этот вопрос ответить так. Завтра я обязательно начинаю питаться правильно, так как это способствует быстрому восстановлению моего здоровья и зрения. Понятно? Дальше. Пятый вопрос. Работа по очищению организма от шлаков. Кто-нибудь что-нибудь сегодня делал в этом направлении? Нет? Так писать нельзя. Надо написать. Завтра я обязательно начинаю очищать организм от шлаков, так как это способствует быстрому восстановлению моего здоровья и зрения. Шесть. Работа по расслаблению мышц плеч, шеи, лица, позвоночника, тела. Сегодня на этот вопрос не отвечайте. Завтра мы с вами начнем разучивать комплекс гимнастический на улучшение мозгового кровообращения. Вы его будете делать и за него будете отчитываться. Седьмое. Выполнение упражнений для глаз, их виды и количество. Кто-нибудь сегодня делал упражнения для глаз? Поднимите руки. Напишите, сколько и каких вы делали сегодня упражнений для глаз. Восемь. Условия, в которых делали упражнения для глаз. Напишите. Кто-то на остановке, кто-то на работе, кто-то в автобусе, кто-то еще где на отдыхе. Напишите, в каких условиях. Девятый вопрос. Как часто вы нервничаете и физически перенапрягаетесь в течение дня? И десятый вопрос. Когда вы слышите, что-то нас, видимо, на сегодняшний вот этого дня или еще? Все я вам расскажу. Все я вам расскажу. Вы пока вопросов мне не задавайте, мы до вопросов дойдем. Итак, как часто вы нервничаете и физически перенапрягаетесь в течение дня? То есть то, что было с вами месяц назад, писать не надо. То есть в течение дня сегодня. И угасание привычки к нервному и физическому перенапряжению. Вот это вот два очень важных вопроса. И вот на шестой день, когда мы с вами снимем очки, вы все сами убедитесь, что зрение человека без очков на 100% зависит от его состояния. Вот он спокоен, расслаблен, доброжелателен. У него все мышцы расслаблены, мышцы лица расслаблены, мышцы глаз расслаблены и глазки видят. Только начинает нервничать, психовать сразу. Раз, захотели щеки, захотели мышцы, глаза зажались и все перед глазами поплыло. И вот эти два вопроса вам позволят в течение этой недели стать более спокойными, более уравновешенными. Но как на эти вопросы грамотно отвечать? Послушайте меня внимательно. Как часто вы нервничаете и физически перенапрягаетесь в течение дня? Вам надо вспомнить, когда вы сегодня в течение дня нервничали и перенапрягались. И вы должны вспомнить, ну например, сегодня ребенок грязный пришел с улицы весь в грязи, а я нервничала, кричала, топала ногами, в общем перенапрягалась. Но так отвечать нельзя. Вы должны ответить вот как что. В следующий раз, когда ребенок придет грязный с улицы, мы вместе постираем одежду. Понимаете? Я пойму, что пришел грязный, что вы нервничаете, но вы себе даете установку, что в следующий-то раз вы нервничать не будете. Вы просто вместе с ним постираете одежду. Вот и все. Или сегодня вас вызвал начальник, ругал там, а вы нервничаете, переживали, так писать нельзя. Вы должны ответить так, что в следующий раз, когда начальник меня будет ругать, я буду спокоен, как скоро. То есть я пойму, что начальник ругал, вы переживали, но вы себе даете установку, что в следующий-то раз вы в этой ситуации переживать не будете. Вы поняли мою логику? То есть не надо писать, что меня ругал начальник, я плакал, кричал, в истерику впадал. Такого нельзя писать. Напишите в следующий раз, я буду спокоен. Вот и все. А что касается десятого вопроса, то вы в течение этих занятий уже увидите, что вы станете намного спокойнее. И в тех ситуациях, когда раньше вы там рубаху на груди рвали, скажите, да Господь с тобой повернетесь и пойдете. Одиннадцать. Обведите кружочком и восклицательный знак. Одиннадцатый вопрос. Обведите кружочком и восклицательный знак. Меняете ли вы расстояние до текста во время чтения или письма? Вот с этой минуты, соратники, все вы начинаете читать и писать по-новому. И в процессе чтения письма как можно чаще меняйте расстояние до текста. Как можно чаще менять расстояние до текста. Почему? Дело в том, что у человека мышцы очень плохо работают в постоянно напряженном состоянии. Вот вы мне дайте в руки 5-килограммовую гантельку и скажите, Владимир Георгиевич, подержи эту гантелью 2 часа. Да я ее 10 минут подержу, у меня вот так рука затрясется. Почему? Мышца напряжена и она устала. А вы мне скажите, Владимир Георгиевич, поподнимай-ка эту гантель. Да я ее целый день могу поднимать, не устать. Потому что расслабил, напряг, расслабил, напряг. В таком режиме мышца может работать сутки и не уставать. Что происходит, когда человек читает или пишет на совершенно определенном фиксированном расстоянии? Он смотрит в книгу, напрягает косые мышцы глаз, глазки вытягиваются вперед и он видит все, что в книге. И мышцы постоянно напряжены и в одном и том же состоянии. Понятно? Но когда вы моргаете и начинаете менять расстояние до текста, вы начинаете тренировать мышцы глаз. А именно, моргнули, дальше отнесли, расслабили. Моргнули, ближе поднесли, напрягли. Расслабили, напрягли, расслабили, напрягли, расслабили, напрягли. Что вы будете делать, когда вы читаете и пишете, и при этом как можно чаще меняете расстояние до текста? Вы не просто будете читать и писать, а вы в процессе чтения и письма будете тренировать свои глазодвигательные мышцы. Ясно? Если просто читать на одном расстоянии и писать, зрение ухудшается, а если читать и писать, и как можно чаще менять расстояние до текста, то зрение у человека тренируется. Я, между прочим, видел одного человека, который читал вот таким образом. Вы не поверите, а я видел своими глазами. Он книгу читал вот так. То есть он смотрел в одну точку и только книгу, вот так вот строчки туда-сюда возил. Это самый разрушительный режим работы глаз. То есть у него не моргая в одну точку мышцы напряженных, конечно, они устают, утомляются, перенапрягаются и зрение от этого резко ухудшается. Так, дальше 12. Впечатления от подученной на занятиях информации, что особенно запомнилось. 13. Оценка дня, работа с глазами, самочувствие, питание, обливание, очищение организма, отношение к людям. Вот некоторые здесь себе, как в школе, ставят двойки, тройки, четверки, пятерки. Этого делать не надо. Здесь надо повторить и закрепить правильную установку. А именно, сегодня я прекрасно поработал с глазами. Сегодня у меня прекрасное самочувствие. Если кто-то себя сегодня неважно чувствует, так писать нельзя. Надо написать, что завтра у меня самочувствие резко улучшится. Я пойму, что вы сегодня недомогаете, но вы даете установку себе, что завтра самочувствие у вас улучшится. Дальше. Завтра я начинаю правильно питаться, очищать организм, так как это способствует быстрому восстановлению моего здоровья и зрения. Отношение к людям у меня всегда доброжелательное. Понятно? Вот так надо ответить на этот вопрос. Четырнадцатый вопрос. Ваше отношение к спиртному, пребыванию в компании употребляющих спиртное, к предложению употребить спиртное? Здесь надо написать, что алкоголь – это яд, да? Кто-нибудь был сегодня в компании пьяниц? Поднимите руки. Были? Нет. Значит, сегодня я не был в компании употребляющих спиртное. Кому еще не предлагали употребить? Нет. Сегодня мне, к счастью, никто не предлагал употребить спиртное. А если бы предложили, то я бы отказался, так как хожу на курсы, дал расписку. Да? Так. Дальше. Пятнадцать. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Каждый раз опишите один новый случай, бывший с вами. Сегодня все ответьте на этот вопрос так. Некоторые люди употребляют алкоголь в праздник. Есть такие люди? Знаете? У нас в Новосибирске полгорода в праздник пьяные ходят, так сказать. Есть такие люди. Значит, следующее. Зачем они это делают? Ну, у них, наверное, программа такая. В праздник надо напивать себя алкоголем. Что в этом неправильного, плохого? А вот здесь напишите. Здесь все неправильно и плохо. В праздник люди себя травят ядом, туреют, совершают страшные проступки в этом состоянии. Правда? Но самое главное, они же детей программируют. Дети-то смотрят, что они пьянку пьянствуют. И дети говорят, мы тоже будем пьянку пьянствовать. А как в этом случае поступите вы? Разберите три конкретных реальных варианта поведения, допишите все. Без алкоголя. Допишите 18 пункт. Без алкоголя. В 18 пункте напишите. Без алкоголя. Три варианта поведения. Без алкоголя. И вам надо написать здесь. В следующий праздник я с детьми поеду там на дачу без алкоголя. Или в следующий праздник приглашу друзей, поставлю самовар, торт без алкоголя. У всех у вас есть программа, что с алкоголем, тогда праздник. А вот вы попробуйте себе написать программку, вот праздник, а вы его без алкоголя проведете. Следующий вопрос. В каком случае некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами? Ответить так сегодня всем. Некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами на остановке автобуса. Вы видели? Делают люди? Нет? Ленятся. Зачем они это делают? Почему они это делают? Ну люди глупые, не знают, что можно делать упражнения с глазами и зрение восстановить. Что в этом неправильного, плохого? Напишите. Ведь на автобусной остановке делать-то нечего. Время есть. Ну так и поделай упражнения. А как в этом случае поступите? Вы напишите и сделайте наиболее понравившиеся вам упражнения. Вы напишите, что завтра на автобусной остановке я сделаю упражнения. Вверх-вниз, вправо-влево, диагонал, там прямоугольник, циферблат. Да? Дальше. Двадцать три. Проясненность сознания. Обведите кружочком восклицательный знак. Это очень важный вопрос в дневничке. Очень важный вопрос. Я не буду давать особых подсказок, но я только вам скажу, что мы здесь собрались для того, чтобы прояснить свое сознание. И я вижу, что уже у некоторых начало сознание проясняться. Кое-кто очки снял, а кое-кто их уже и в сумку положил. Это говорит о том, что да, сознание начинает у человека проясняться. Двадцать четыре. Ваши предложения, замечания, вопросы. Вот с этой минуты, соратники, я вам не разрешаю на занятиях задавать мне вопросы, пожелания и делать замечания. Почему? Ну, у вас, во-первых, много. Во-вторых, всем все непонятно. Всем непонятно, что и зачем надо. И самое главное. Мой курс таким образом построен, что на последнем занятии никаких вопросов у вас не останется. На последнем занятии всем станет все ясно, зачем и что мы с вами делали. Но если какой-то ваш вопрос, вас вопрос мучает и спать не дает, то вы его можете написать в дневничке, написать, допустим, Владимир Георгиевич, а вот правду ли говорят, что новые лапти воду пропускают? Да, вот спать не могу, вот мучает вопрос и все. А я вам проверять буду и напишу, что про лапти в пятницу я целый час буду рассказывать, только про ваши лапти. А, ну все, вам на ваш вопрос ответ будет, вы спокойно спите. Дальше. План работы на завтра по улучшению зрения. Надо написать, что завтра я сделаю утром пальминг, на остановке автобуса сделаю упражнение на подвижность глаз, на работе в перерыве или на учебе сделаю упражнение на подвижность глаз, скажем, в столовой в очереди поделаю упражнение, поеду на занятия сделаю на остановке, на занятиях сделаю и вечером, да? Вот уже у вас план. А план, закон, надо его выполнить, и вы уже завтра будете работать с глазами не просто так, а по плану, который наметите вечером. Двадцать шесть. Ваш настрой на завтрашний день. Надо написать настрой боевой, да? Победить, восстановить здоровье, зрение. И двадцать семь. Текст самовнушения написать по памяти левой рукой. Левой рукой аккуратненько зачерпните, написать по памяти. А сам двадцать седьмой пункт, обведите кружочком и три восклицательных знака рядом. Три восклицательных знака. Сегодня на этот вопрос не отвечайте, а завтра я вам дам под запись специальное самовнушение, которое вы будете писать в конце дневника, как заключительный, так сказать, аккорд. Я завтра вам его дам под запись. Вот такое будет вам сегодня домашнее задание. Написать анкету, отложить листочек, второй листочек написать, дневник, положить. После этого ложитесь в кроватку, делаете пальминг лёжа. Я сейчас покажу, как он делается. Пальминг лёжа делается следующим образом. Вы ложитесь в кровать, подушку кладёте себе на грудь, трёте руки до тепла, складываете ладошки домиком, надеваете себе на глаза, локти на подушку, чтобы они не висели, и начинаете думать о чём-то добром, хорошем, приятном, расслабляетесь, и чтоб вы с расслабленными глазами любили сегодня спать. Вот такое будет домашнее задание. Всем понятно? Всем понятно. А сейчас, соратники, все, пожалуйста, возьмите в руки листочек, который называется «Заявление обязательства». Мне дайте, пожалуйста, Александр Васильевич, ещё. И Семёнову одну. Дайте одну. Одну много. Все в руки возьмите бумажку, которая называется «Заявление обязательства». И все напишите «Руководителю курсов Жданову ВК». Прямо на этом листочке пишите «Заявление обязательства», которое сверху написано «Руководителю курсов Жданову ВК». От ваша настоящая фамилия и инициалы. От ваша настоящая фамилия и инициалы. Настоящая... Продолжение следует... Дело в том, соратники, что мы с вами вступаем в серьезные и сложные отношения, в том числе отношения финансовые. Мы на себя берем серьезные обязательства. Научить вас методу шичко-бейца, помочь вам восстановить ваше здоровье, зрение, но и вы на себя тоже берете серьезные обязательства. А именно, первое. Посетить все занятия. Можно было пропустить первое занятие, но второе, третье, пятое, шестое пропускать нельзя. Потому что человек одно занятие пропустил и у него уже выпадает. Оно одно за другое цепляется, он уже не понимает на следующем, о чем идет речь. Второй момент. Выполнять регулярно вести дневник, выполнять все домашние задания. 99% успешной и быстрой работы по восстановлению вашего зрения заключено в правильном, грамотном выполнении домашних заданий. Вот написание этих анкет, дневников и выполнение тех упражнений, которые вы будете делать дома. Это 99% вашего успеха. Поэтому выполнение домашнего задания, ответ на анкету и дневник, это обязательное условие нашей успешной работы. Ну и если вы согласны с этим, то поставьте число. Сегодня какое у нас? 2 августа 2000 года. И вашу подпись. И вашу подпись. А теперь переверните обратной стороной заявление и сверху напишите. Уплачен в снос столько-то рублей. Уплачен в снос. В снос столько-то рублей. И вашу подпись. Еще раз. И вашу подпись. Теперь, кто школьники здесь? Поднимите руки, кто в школе учится? Значит, те школьники, напишите ниже, ученик или ученица такого-то класса, такой-то школы. Ученик такой-то, такого-то класса, такой-то школы. Школьники все напишите ниже. Ученик такой-то, такого-то класса, такой-то школы. Что? Ну, или тут, или другое. То есть нам важно, в какой школе вы учитесь, чтобы понять, с каких школ у нас были, были на курсах ученики. И написали. А теперь, соратники, передайте, пожалуйста, это мне сюда. Я, конечно, не могу, не вернусь. Может, я сейчас не хотела, это неопределение. Ну, ничего страшного. Напишите, ученик такого-то класса. Ученик такого-то класса еще. И передайте, пожалуйста, подай ему, как вы. Мне там не надо, только школьников. Отслеживаю. Отслеживаю. Спасибо. А сейчас всем, пожалуйста, откройте ваши конспекты и напишите тему «Словарь Шичко». Словарь Шичко. Геннадий Андреевич Шичко, автор нашего отечественного направления «Психоанализа». Это серьезная наука, и как всякая наука, она имеет свой понятийный аппарат, то есть те слова, которыми наука оперирует. Но медицина так и сыплет направо и налево название болезни, лекарства, математика синус и косинусы склоняет. А вот в «Психоанализа Шичко» тоже есть специфические слова, которые мы будем выписывать время от времени, давать им определение, чтобы говорить на понятном друг другу языке. Итак, запишите первое словосочетание «Абсолютный алкоголь». «Абсолютный алкоголь». Поставьте тире и напишите «Стопроцентный этиловый спирт». «Абсолютный алкоголь» — это «Стопроцентный этиловый спирт». Напишите химическую формулу «Стопроцентный этиловый спирт» — «Стопроцентный этиловый спирт». «Стопроцентный этиловый спирт» — 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 На 1 килограмм веса. Наркозная доза это наркотик в состоянии наркоза человека может привести. Наркозная доза 4,6 грамм на 1 килограмм веса. У вас что, листочки получились? Дайте кто-нибудь бумаги, у кого листочки есть. Наркозная доза 4,6 грамм на 1 килограмм веса. В скобочках напишите, для детей в 5 раз меньше. Для детей в 5 раз меньше. И наркозная, и смертельная доза. Для детей в 5 раз меньше. Так вот, соратники, абсолютный алкоголь, этиловый спирт, входит в состав всем вам, к сожалению, хорошо известного пива, вина и водки. Но почти никто у нас в стране не знает, что абсолютный алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Если человеку за раз дать употребить больше 8 грамм на 1 килограмм веса, и не дать вырвать, чтобы он в организм всосался, то этот яд человека должен убить. Ну, скажем, человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм спирта его убьет. Вы скажете, есть клоуны, которые себя приучили к этому яду. 800 грамм чистого спирта убивают любого почти мгновенно. Этот яд является наркотиком. И медицина 200 лет использовала алкоголь как наркотик при операции. И вот во время войны у белорусских партизан не было никаких медикаментов. И они использовали самогон как наркотик при операции. Раненому натощак наливали 3 стакана самогона, он выпивал, и впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Его резали, делали операцию, он ничего не чувствовал. Но 3 стакана самогона наркоз, а 4 стакана самогона, это уже смерть. Вот почему от алкоголя отказались, как от наркотиков в медицине. Очень узкая наркотическая широта. Пьет, пьет, больно, больно, выпил и умер. Проскакивает пока не больно, сразу человек умирает. Мы жили на севере, у меня отец служил. И наш сосед, подполковник, как-то поехал на зимнюю рыбалку. Нарыбачился он там до наркозного состояния. И уснул возле костра. Ночью у него выгорел бушлат, выгорела гимнастерка, выгорела белье, выгорела кожа, выгорела почка. Он так и не пошевелился. Шофер унюхал, паленый человечиной пахнет. Кстати, удалось спасти. Вырезали ему почку, зашили вот так вот. Кривой потом по гарнизону ходил, детишек пугал. Для детей и наркозная, и смертельная доза алкоголя примерно в 5 раз меньше. У нас в стране известны тысячи трагедий, когда 10-летнему ребенку для смеха наливают 150 грамм водки, он выпивает, у него блокируется работа гипоталамуса, прекращается, регулирует который дыхание, прекращается дыхание. Задыхается, синеет, чернеет, и спасти его просто невозможно. Еще раз оговорюсь, что все вы знакомы с этим ядом, но почти никто не знает, как его делают. А я знаю, и с удовольствием вам расскажу. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим образом. Они брали сосуд, и в сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезный для человека. И запускали туда дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, рот, вот она поедает сахар, а сзади, из-под хвоста, из клоаки, у ней как раз и выходит этиловый спирт, С2Н5ОН. Поэтому все, пожалуйста, запишите, абсолютный алкоголь, это моча дрожжевых бактерий. Вот что это оказывается такое. Это моча дрожжевых бактерий. Но по-научному экскременты, да? Это моча дрожжевых бактерий. И вот эти бактерии поедают сахар, мочатся мочой, и когда концентрация мочи достигает в бочке 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это тут же разливают по бутылкам, то называется это вино сухое ординарное. Будьте любезны, у вас на каждом углу, пока не его продают. А если два года отстаивают, отсаживают трубики и сливают только мочу с остатками сока, то это уже называется вино сухое марочное. Стоит оно в два раза дороже, там орден прилепят, медаль сбывается намного эффективнее. Вот очень многие молодые люди, особенно молодые женщины, почему-то любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю и тоже с удовольствием расскажу, потому что я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Я прошел всю технологию от начала до конца, посмотрел. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и наливают туда букет виноградных соков пяти разных сортов. Причем в зависимости от их соотношения получают сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. Пять сортов шампанского. Заливают эти соки, запускают туда дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. И у них там в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штольни мы с вами на отверстие для бутылок. И они новый урожай туда завозят, вставляют, значит, это все дело, закрывают эту штольню, опечатывают. Круглый год температура в штольне не меняется. Плюс 14 градусов. И зимой, и летом. И вот два года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. А когда через два года пора уже план выполнять и процесс к концу подходит, они открывают эту штольню, закатывают туда мощнейший прожектор и врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывают сильнейший понос. И они от этого страха и поноса разом все тохнут. Но прежде чем подохнуть, они еще за страху газуют. Газами исходят туда. И вот почему-то пьяницы в шампанском больше всего любят и ценят как раз газы, да? Выпьет он шампанское, как оно в нос ему побахнет. Ну, совсем пьяницы хорошо. Интересно, что эти бактерии могут переработать в алкоголь не обязательно сахар, в любую органику. И вот у вас в Усть-Вабакане на гидролизном заводе перерабатывают опилки, замачивают опилки, запускают дрожжи, есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. У Высоцкого даже песня была, помните, если водку в над ней запилок, то что бы нам было с 3-4-5 бутылок. Да, гидролизная водка, гидролизный спирт делается из древесных опилок. Эти бактерии могут переработать в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни Салтайского края. И у нас летом есть такая тонкая, хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет полкило дрожжей как туда бросят, как там начинается процесс и с газами, и с запахами. Вот мимо идешь, таким, знаете, полусухим шампанским оттуда потягивает. Ну, а вы зарисуйте, пожалуйста, все вот эту вот схему, нарисуйте эту бактерию, дома обязательно детям расскажите, что же родители на праздник-то употребляют. Детям это так весело, так нравится. Ну, а вам, соратники, если, не дай бог, перепадет еще где-нибудь фужер шампанского и ударят вам в нос эти газы, то теперь-то вы уж обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху поднапукали туда, ну, и вам с этого пука в светлый праздник пучок и перепал. Зарисуйте, так? Запишите еще одно, мы пишем слова Шичко, запишите еще слово-сочетание. Алкогольные напитки. Алкогольные напитки. Алкогольные напитки. Подчеркните это слово-сочетание, возьмите в кавычки, поставьте тире и напишите алкогольные яды. Алкогольные напитки это алкогольные яды. Вот с этой минуты в нашем народном университете категорически запрещено употреблять слово-сочетание алкогольные напитки. Почему? Дело в том, что в русском языке слово напиток имеет корень пит. Это то, что питает, то, что питательно, то, что можно пить. Наркотическим смертельным ядом можно только травиться, пить его нельзя. А зачем эти яды назвали напитками? А их назвали напитками для того, чтобы нас запрограммировать на их употребление, и детей наших запрограммировать. Ребенок знает чай, напиток, молоко, напиток, а оказывается, пиво, водка, вино тоже напиток. Но раз напиток, так открывай рот и пей, а пить-то их нельзя. У нас в 83-м году в Новосибирском Академгородке началось массовое трезвенное движение. Тысячи людей повыливали эти яды и с тех пор живут трезво и живут, кстати, прекрасно. Не употребляют этот яд. Тысячи людей. И это движение, как ни странно, перекинулось на город Новосибирск, и его там поддержали студенты строительного института. А у них возле общежития открыли виноводочный магазин, открыли пивную, и вот студенты-строители сколотили... Что там? Проблемы какие? И вот студенты-строители сколотили гробик, прошли по общежитию, забрали туда все бутылки, вышли, похоронили, отплакали, но криминал им приписали в другой. Они подошли к виноводочному магазину, там была красочная вывеска, горпродторг, часы работы, администрация. Они ее взяли вынергой и попытались отковырнуть, а она стеклянная, лопнула и разбилась. И тогда студенты на это место приколотили фанерный щит, на котором довольно красиво написали «Лавка по продаже алкогольного наркотического яда, открыта для всех дураков с 11 до 19 часов администрация». Они возле этой вывески у магазина с фотоаппаратом просидели 3 часа, пока милиция не пришла, их не забрала. Ни один человек под эту вывеску в магазин не зашел. Даже за вулдыга пьяница подошел, почитал, почитал, засылок почесал, задом, задом и бежать. А почему? А они просто написали, чем торгуют в этом магазине? Торгуют наркотическим, смертельным ядом. Покупать и употреблять может только дурак этот яд. И вот смотрите, стоило грамотно и правильно назвать явление, и даже у алкоголика изменилось отношение. Он-то шел выпить, а его там травить, забирай, нет, травить. Даже и алкоголик себя травить не хочет. Давай. Так, записали? Ну, а сейчас запишите тему нашей еще одной сегодня небольшой лекции. Напишите все. Раздельное питание. Раздельное питание. Все в лекции запишите. Раздельное питание. Меня в 88-м году летом пригласили в город Хабаровск. А у них там темнело поздно. И на первом занятии они не хотели расходиться. Ну, Владимир говорит, ну, дайте какое-нибудь задание. Ну, сегодня, вот дайте нам задание. Я говорю, ладно, все на листочке напишите и дома дайте определение, ответы. Что такое абсолютный алкоголь? Что такое алкогольные напитки? Что такое лечебное голодание? Что такое раздельное питание? Что такое сухой закон? Кто такой пьяница? Кто такой алкоголик? Ну, дайте вот эти вот определения. На следующий день они мне сдали бумажки и один соратник пишет. Раздельное питание. Тире. Мы с женой второй год питаемся раздельно. Я на кухне ем, она меня видеть не может, в комнату уходит. Ну, вот у него было такое понятие о раздельном питании. На самом деле, все продукты, которые употребляет современный человек, условно можно разделить на три большие группы. Разделите тетрадочку на три зоны. Первая группа называется белки. Вторая группа называется живые продукты. И третья группа называется углеводы. Белки, живые продукты и углеводы. Значит, к белкам относятся, запишите, мясо, рыба, яйца, грибы, бобовые, бобовые, соя, очень важный продукт, бобовые, соя, баклажаны, орехи и семечки. Это белки. Баклажаны, орехи, семечки. Теперь давайте запишем углеводы. Третью графу. К углеводам относятся хлеб, крупы, сахар и все производные от сахара. Конфеты, варенье, чай с сахаром, мед, сахар, мед. И давайте запомним среднюю графу. ЖИГА и продукты. Это зелень, фрукты, сухофрукты, овощи, ну кроме картофеля, вот сюда еще запишите, картофель. Углеводы это картофель. Овощи, ну кроме картофеля, бобовых. Овощи, соки свежие, ягоды, арбузы. Подведите черту под живыми продуктами и ниже напишите ЖИРЫ. Они к живым продуктам не относятся, но они в серединке стоят. ЖИРЫ. ЖИРЫ. А теперь вопрос на засыпку. Чем отличаются белки от углеводов? Если не знаете, даже не напрягайте память. Основное отличие белков от углеводов заключается в том, что для нормального переваривания, расщепления и усвоения продуктов белкового характера в живуточно-кишечном тракте человека должна быть создана кислая среда. Запишите. Кислая среда. Кислая среда. А для нормального переваривания, расщепления и усвоения продуктов углеводного характера должна быть создана среда щелочная. Щелочная. Вот в этом принципиальное отличие белков от углеводов. Там кислая среда, а здесь щелочная. А теперь возьмем простого советского человека, который в этом вопросе, как говорится, ни петь, ни свистеть. Ничего не знает. Он в левую руку берет кусок колбасы, в правую, а в левую кусок хлеба. Ням-ням-ням-ням, набил живот, сидит и радуется. Он-то сидит и радуется, а в живуточно-кишечном тракте начинается следующий процесс. Колбаса, белок, требуют кислых ферментов. Кислоты, давай, кислоты, давай, пошли кислые ферменты. А хлебу плевод требует щелочных ферментов. Щелочи, давай, пошли туда щелочные ферменты. Встретились кислые щелочные ферменты в желудке и что с ними произошло? Взаимно нейтрализовались, да? Урок химии, седьмой глаз, все об этом знают. Ни колбаса, ни хлеб не переваривается. Тут начинает колбаса визжать, кислоты, давай, щелочи, давай, кричит хлеб. Все органы внутренней секреции человека начинают в этот момент работать с максимально возможной, примерно 100-кратной перегрузкой. Гонят в желудочно-кишечный тракт кислые щелочные ферменты, а они там взаимонейтрализуются, процесс пищеварения не идет. И вот поквасились, поквасились эти нажеванные куски смешанного питания, а когда человек одновременно ест белки и углеводы, вот такое питание называется смешанным. Поквасились они в желудке, протолкнулись в 12-перстную кишку, а там их надо расщеплять на питательные вещества, а чего там расщеплять, они недопереварились. И вот поквасились, поквасились они в 12-перстной кишке, протолкнулись у человека в тонкий кишечник, а в тонком кишечнике уже надо всасывать питательные вещества в кровь, а чего там всасывать, они недопереварились, недорасщепились. И вот в тонком кишечнике из этих нашеванных кусков смешанного питания, комков, Удаляется, отсасывается влага. Они обезвоживаются и превращаются в так называемые каловые камни. И эти каловые камни проталкиваются дальше в толстый кишечник, и там они застревают. И могут они там храниться долгие годы, до 15 лет, отравляя изнутри наш организм постоянными вот этими шлаковыми выброзами. И человеку почти невозможно быстро восстановить свое здоровье, если он, а, не перестанет травить себя смешанным питанием, и, б, если он не очистит свой организм от завалов вот этих вот шлаковых каловых камней, которые накопил за долгие-долгие годы неправильного питания. А что же делать, скажете вы? А надо питаться раздельно. А как это раздельно? А вот как поел мясо, заел рыбкой, яйцом, там, грибами, защелкал орехами, семечками. Все это продукты белкового характера. Выделится совсем немного кислых ферментов. Все это переварится, расщепится, усвоится. В ответ вы получили что? Здоровье. Хотите хлеба? Ради Бога, подождите 2 часа. Через 2 часа желудок освободится, клапаны перекроются. Поешьте хлеба, картошки, сахару, меда. У это продукты углеводного характера. Выделится совсем немножко щелочных ферментов. Все это переварится, расщепится, усвоится. В ответ получите что? Здоровье. Поэтому все напишите. Белки, углеводы, тугу поставьте. Несовместимый. Несовместимый. Пищевой яд. Пищевой яд. Пищевой яд. Но на наше с вами счастье есть большая группа так называемых живых продуктов. Эти продукты настолько хорошо подходят нашему организму, что они прекрасно расщепляются, перевариваются, усваиваются как в кислой, так и в щелочной среде. Для них разницы нет. Более того, эти продукты сами несут в себя дополнительные ферменты, которые способствуют лучшему расщеплению, усвоению и белков, и углеводов. Поэтому живые продукты совместимы, напишите. Живые продукты совместимы с углеводами, с белками. И живые продукты совместимы и с углеводами. Тоже совместимы. Тоже совместимы. А вот белки и углеводы несовместимы. Кстати, знают ли люди об этом? Люди об этом знают и знают прекрасно. Любому маленькому ребенку дайте колбасу с хлебом. Он хлеб бросит, будете есть только одну колбасу. У него все внутри протестует. Будет плохо, будет нехорошо. У меня огромный грех на душе. Обе мои дочери, я в детстве доходил до белого коленя, как они ели пельмени. Только отвернешься, они мясо выковырят, а шкурки не едят. Ах, вы пари, растопарь, ложкой полку. Ешь с хлебом, ешь с хлебом. Нам ложкой забили программу, ешь с хлебом. Мы детям своим той же ложкой, ту же программу и забили. А ведь многие вещи с хлебом есть просто опасны для здоровья. И вот человек, если долгие годы травит себя смешанным питанием, у него органы внутренней секреции работают с дикой перегрузкой. И где-то к 40-45 годам эти органы внутренней секреции один за другим начинают отказывать. И начинается. Ах, у меня холецистит, а у меня панкреатит, а у меня диабет, а у меня калит, а у меня прочий ед. А причина здесь одна. Травил, травил себя смешанным питанием. Ну и получил и заработал то, что и должен был получить. Запишите все. Домашнее задание. Домашнее задание. Домашнее задание. Первое. Первое. Очищать кишечник по схеме Семеновой. Очищать кишечник по схеме Семеновой. Я вам сегодня также раздал один листочек, на котором написан материал. Семенова. Гигиена в питании. Гигиена организма. Сама Надежда Алексеевна Семенова, это известный пропагандист здорового образа жизни. В 39 лет она, директор холодильника, крупного холодильника в городе Ростове-на-Дону, была списана умирать. Инвалидам первой группы ее из больницы выписали, что умрет. Она умирать не захотела, полезла в народную медицину, полезла в зарубежную медицину и выяснила, что многие продукты друг друга, так сказать, несовместимы. Они человека убивают. И она перешла на раздельное питание, очистила свой организм полностью. И описывает вот этот сверхмарафон к себе, очистки своего организма на вот этом вот листочке. И она пишет, первый шаг это промывание кишечника. Она пишет, в 2 литра охлажденной кипяченой воды добавить столовую ложку сока лимона. Если нет сока лимона, то можно ничего не добавлять, просто воду чистую. Залить все это в кружку эсмарха. Кружка эсмарха звучит очень грозно, но это простая грелка со шлангом. Это прибор для промывания кишечника в любом фельдшерском пункте есть. У нас их дома две оказалось. Я даже не знал, что это кружка эсмарха. Положение во время процедуры на локтях и коленях. Дышать в том, живот расслаблен. Процедуру проводить перед сном. Значит, человек встает на локти и на колени. Вставляет эту трубочку себе сзади в кишечник. Открывает кратик, расслабляет живот. Эта вся вода ему заходит внутрь в кишечник. Потом он аккуратненько встал, походил, популькал, чтобы там побольше этих каловых камней захватить. И через 5-7 минут бежит в туалет, с него со свистом все это дело выходит. Кстати, очищение кишечника. Это соратники все, все системы очистки организма, начиная от йогов, качая там малахов и прочее, прочее. Все они начинаются с очистки толстого кишечника. Потому что дальше очищать какие-то другие органы человеку опасно. Потому что мощные шлаковые выбросы из толстого кишечника могут просто повредить его здоровье. Поэтому эту процедуру мы всем рекомендуем сделать. Очистить кишечник. Если нету кружки эсмарка, можно взять просто большую близбу. Что? Нет, сюда не надо приносить эту кружку эсмарка. Это дело интимное. Надо делать дома, самому. Если какие-то возникнут вопросы, можно потом будет подойти у меня спросить. Я, в общем, поясню и расскажу. И второе запишите, второе домашнее задание. Перейти на раздельное питание. Второе. Перейти на раздельное питание. При этом, двоеточие. Перейти на раздельное питание. При этом, двоеточие. Первое. Резко уменьшается потребность в пище. При этом резко уменьшается потребность в пище. Человек, который смешанно питается, сколько бы он ни съел, он постоянно ходит голодным, ему хочется кушать. Почему? Потому что достаточное количество питательных веществ в кровь не поступает. Переходит на раздельное питание, ест в два раза меньше и ходит сытый, потому что постоянно, так сказать, в кровь питательные вещества у него поступают. Второе. Улучшается самочувствие при переходе на раздельное питание. Улучшается самочувствие. Третье. Проходят болезни желудочно-кишечного тракта. Проходят болезни желудочно-кишечного тракта. Проходят болезни желудочно-кишечного тракта. И четвертое. Нормализуются выделения. Нормализуются выделения. То есть человеку не стыдно становится ходить в туалет. Вот человек, который смешанно питается, он в туалет приходит и столько с него выходит, что двух бочков порой смыть, так сказать, не хватает. А запах настолько жуткий, что надо рублей на пять дезодорантов набрызгать, чтобы это дело прикрыть. А потом еще и рубля на три туалетные бумаги используют, чтобы это все, как говорится, накрыть. Переходит человек на раздельное питание, ест в два раза меньше, выходит из него в четыре раза меньше, потому что все переваривается и все идет в пользу. И никакого жуткого запаха, все культурно, как у овечечки, и пошел. Как говорится, все хорошо и нормально. Вот вы улыбаетесь, а улыбаетесь зря. Я сам из деревни родом, и я вам скажу, что каждое утро крестьянин идет на скотный двор, и первое, что его интересует на скотном дворе, не что скотина за ночь съела, а что из скотины за ночь вышло. Вот это его больше всего интересует. И он сразу же, корова заболела, что-то из коровы не то пошло, корова заболела, это же он тут же все бросает, бежит в ветеринар, лекарство, все, пятое, десятое. И только человек возомнил себя царем природы, с него годами, Бог знает что, выходит, ему даже в голову не придет мысль, может что-то не то ем. Ну раз такая гадость-то с меня идет, значит может что-то не то я ем. Запишите все, выводы, выводы, выводы. Смешанное питание, выводы, смешанное питание, это работа на болезни и унитаз. Раздельное питание, это работа на свое здоровье. Раздельное питание, это работа на свое здоровье. Я вам советую, соратники, вот эту схему раздельного питания переписать на отдельный лист и у себя на кухне приклопить, приклеить. И рассказать родным и близким, что есть вот такой научный подход к проблеме питания, который позволяет человеку резко улучшить свое здоровье, очистить дополнительно свой организм от шваков и ядов. И заодно заучите, что с чем совместимо, чтобы вы уже не путались и для вас это не представляло никаких трудностей. Ну и для того, чтобы вас еще сильно, что? Суп? Несной бульон, пожалуйста, с капустой ешьте щи, без картошки, без хлеба, это совместимо. Что? Жиры совместимы со всем, как добавка. Вот в этом. А молочное, я пока ничего не говорил, пока ничего не говорил, ешьте. Вообще молочное несовместимо ни с чем. То есть совмещать молочное нельзя ни с чем. Вот. Я в Харькове проводил группу, и когда я это все, я про жиры забыл написать, смотрю, они все насторожились. То, слушай, а хлеба с салом можно? Я говорю, хлеба с салом? Ну, хлеба с салом можно, значит, жить можно, живем, значит. Жиры, они совместимы и с белками, и с углеводами, как добавка. А жиры это что? Это сало, это масло, растительное масло сливочное, это сметана, это тоже жир, тоже совместимо, можно заправлять и те, и другие продукты. Ну и для вдохновения вашего я вам скажу, что многие, так называемые звезды отечественной эстрады, перешли на раздельное питание. И первая у нас перешла Лариса Долина. И она вот года три назад, она себя, ну, превратила, она в 18 лет не была такой стройной, по идее, молодой, как вот выглядит сейчас. Глядя на Ларису Долину, Алла Борисовна со своим юным супругом Филиппом Петросовичем тоже перешли на раздельное питание. Они, правда, удержались всего 7 месяцев на раздельном питании, отказались тоже и от сигареты, и от кофе, и от алкоголя. Но вот рождественские встречи 98-го года, вот вы посмотрите на Пугачеву, ее просто было не узнать, понимаете, она физиологически помолодела. Это не откачка жира там и прочее, это физиологическое омоложение, связанное с правильным раздельным питанием. Ну и последнюю тему все запишите. Упражнения на центральную фиксацию. Упражнения на центральную фиксацию. Там посмотрите, я забыл табличку проверочную, сюда ее принесите, откройте. Упражнения на центральную фиксацию. И большими буквами, без очков, три восклицательных знака. Без очков, три восклицательных знака. Без очков, три восклицательных знака. И запишите первое, первое упражнение. Улица, первая улица, тире дом, тире окно в доме, окно в доме, тире оконный переплет. Оконный переплет. Второе упражнение. Толпа на остановке. Толпа на остановке. Тире. Человек в очках. Тире. Его лицо. Тире. Его очки. Его лицо, его очки. Третье. Страница текста. Страница текста. Тире. Строка. Тире. Слово в строке. Тире. Буква в слове. Буква в слове. И последнее. Четвертое. Упражнение со свечой. С предметом. Упражнение со свечой. С предметом. Что такое центральная фиксация. Если мы, соратники, посмотрим на человеческий глаз сбоку в разрезе, он выглядит вот таким образом. Это круг. Это круг. В передней части хрусталик. А задняя поверхность глаза изнутри выстлана так называемой сетчаткой. Эта сетчатка, она вот так находится. А прямо напротив зрачка, на оси зрительной, она сходит на нет и образует так называемую центральную ямку. И вот это вот место, вот это место, оно имеет желтый цвет и называется желтое пятно. Оно же, это место называется макула, макула. А центр этого места называется центральная ямка. И вот эта центральная ямка, это самая светочувствительная часть человеческого глаза. И человек лучше всего видит то, что у него попадает в центральную ямку, в центр его глаза. Вот, например, я на вас смотрю. Я вас прекрасно вижу. Потому что ваше изображение и в правом и в левом глазу мне попадает точно в центральную ямку. Я и вас вижу, кто там сидит. Но вас я вижу боковым зрением, а его чувствительность в тысячу раз хуже. И я даже не могу сказать, кто там мужчина, женщины сидят. Просто вижу, что кто-то сидит. Потому что вас я вижу сейчас боковым зрением, а его чувствительность очень плохая. Так вот, соратники, у всех людей, которые носят очки, у них нарушена центральная фиксация. Что это такое? Смотрите, можно ваши очки. Вот по науке каждому из вас вот эти очки должны были делать в специальной лаборатории. И подгонять центры линз под центры ваших глаз с точностью до одной десятой доли миллиметра. Такие очки делали только Борис Николаевичу и Леониду Ильичу. Простым людям таких очков не делают. Делают кое-как эти очки. И в результате, когда человек надевает очки, у него один глаз смотрит точно через центр линзы права, а второй смотрит через призначку чуть в бок. И в результате, чтобы через очки и в правом и в левом глазу изображение попало точно в центр глаза, человек вынужден один глаз слегка закашивать. И у него из-за некачественности очков под очками развивается очень слабое внутреннее косоглазие. И когда человек снимает очки и смотрит на что-то, у него один-то глаз смотрит прямо, а второй чуть-чуть в сторону. И в результате в одном глазу у него изображение попадает точно в центр, а во втором чуть рядом. И за счет этого изображения букв на таблице расплывается, размывается. И вот восстановить центральную фиксацию, это в два раза просто улучшить сразу свое зрение. И поэтому с сегодняшнего дня вы при любой удобной минуте снимаете очки в карман и делаете упражнения на восстановление центральной фиксации. Как они делаются? Допустим, вы подходите к окну, сняли очки, поморгали, а легкое моргание расслабляет мышцы глаз и заставляет их снова, так сказать, встать параллельно. И вы смотрите на улицу, поморгали, поморгали, посмотрели на улицу. Вы видите вроде улица, вроде все видите и ничего. А потом более пристально начали смотреть на какой-то дом. Моргаете, моргаете, смотрите на этот дом. И загоняете дом в центр правого левого глаза. А потом в доме выбираете окно какое-то, моргаете, моргаете и более пристально смотрите на это окно. И загоняете окно в правый и левый глаз, в центр глаза. А потом на окне пристально посмотрели, поморгали на оконный переплет. Вот у вас вы сделали упражнение на восстановление центральной фиксации. Вот сейчас после занятий вы выйдете и поедете домой на автобусе. На саму автобусную остановку не заходите. Там люди травятся табаком, они вас отравят табачным ядовитым дымом. Вы встаньте с подветренной стороны, очки в карман и сделайте упражнение на восстановление центральной фиксации. А именно, поморгали, поморгали, вот вы видите, стоит толпа. Поморгали, поморгали, выбрали человека в очках. Поморгали, поморгали, сосредоточили внимание на его лице, поморгали, поморгали, сосредоточили внимание на его очках. Вот вы сделали упражнение на восстановление центральной фиксации. Кстати, если этот человек обратит на вас внимание, что это ты на меня смотришь и моргаешь, то вы не душуйтесь. Если вы поняли, что он на вас тоже обратил внимание, вы к нему подойдите и скажите. Вы в очках, он скажет в очках, а я-то уже без очков, вон они в кармане лежат, занимаюсь по методу шичкопейца, восстанавливаю свое зрение. Рекламируйте это дело в том числе и таким образом. Третье упражнение. Вы берете любую страницу текста, любую, ну вот я беру анкету, сняли очки, и все это делается без очков. И я моргаю, смотрю, вот я вижу, что какими-то русскими буквами что-то здесь написано, что написано, не понимаю. Но вот потом я моргаю и сосредоточил внимание на какой-то строчке, вот на седьмой строчке, какое зрение с коррекцией. Моргаю, моргаю, и я эту строчку пропускаю через центр правого левого глаза. А теперь в этой строчке я беру слово зрение, моргаю, 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 сосредоточил внимание, слово зрение загнал в центр глаза. А теперь в сторону зрения сосредоточил внимание на букве Е, второй. Поморгал, поморгал. Вот я сделал упражнение на восстановление центральной фиксации. А сейчас все сняли очки. Поморгали, поморгали. И давайте сделаем центральную фиксацию на меня. Все поморгали, посмотрели в мою сторону. Просто поморгали, поморгали, поморгали. Сосредоточили внимание в районе доски. Поморгали, поморгали. Сосредоточили внимание на мне. Поморгали, поморгали. И скажем на микрофон. Поморгали, поморгали. Легкое-легкое моргание заставляет расслабить мышцы глаз и подстроить, чтобы их видеть четко. Давайте сделаем упражнение на центральную фиксацию, на табличку. Все на нее посмотрели. Посмотрели рассеянно в сторону доски. Поморгали, поморгали, поморгали. на таблицу на белое пятно, поморгали-поморгали, верхнюю строчку, поморгали-поморгали, правую или левую букву. Вот вы сделали упражнение на восстановление центральной фиксации. Я сейчас зажгу свечку, и мы сделаем то же самое со свечой. Итак, все посмотрели в сторону сцены туда, поморгали-поморгали, сосредоточили внимание в районе доски, поморгали-поморгали, на свечку, поморгали-поморгали, на пламя свечи. Вот мы сделали упражнение на восстановление центральной фиксации. Давайте на тот угол сделаем. Поморгали, просто посмотрели в угол, поморгали-поморгали, вон висят четыре фонаря, поморгали-поморгали, и на какой-то один фонарик сделали центральную фиксацию. Поморгали, вот, пожалуйста. Все это делается без очков. То есть с завтрашнего дня как можно чаще очки в карман и делаем упражнение на восстановление центральной фиксации. Чем меньше вы будете носить очки, тем скорее восстановите зрение. Это следует из общей теории зрения Бейца. Правда? Так что вот, работаем. А сейчас соратники, что? В шесть у вас астигматизм, потому что и вам надо и делать этого. Все сделаем, так мы начали уже лечить. Делайте эти упражнения, моргайте. Кстати, в момент моргания, обратите внимание, меньше. Вот когда моргает именно в момент моргания, четче видно. Обратили внимание? Так. А теперь, соратники, мы с вами еще раз разучим очень важное упражнение, которое называется соляризация глаз на свече. Все сели прямо, поморгали и посмотрели в район свечки, без очков. Так, вы видите свечку оттуда? Видно вам? Все поморгали, поморгали, посмотрели. А теперь мы делаем следующее. Представьте, что два глаза, два прожектора светят из ваших глаз. И мы поворачиваем голову вместе с лицом с глазами, лицо с глазами поворачиваем налево, повернули все к окну. А теперь голову с лицом с глазами повернули к стене. К окну повернули, к стене, к окну, к стене, к окну, к стене. При этом все в полголоса, давайте будем говорить, когда мы поворачиваем голову к окну, что свеча справа, да? А когда мы поворачиваем голову к стене, то свеча где у нас? Слева. Согласны? Итак, начали все, поворачиваем к окну, свеча справа, свеча слева, свеча справа, свеча слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева, справа, слева. И вот сейчас, когда мы потушим свет, задерните, пожалуйста, шторки все, чтобы не было света, да? Мы с вами сделаем соляризацию глаз на свече. Так, как-то так, ну, свет, конечно, будет сильный. Тут уже, что? Нет, наоборот, вы фиксируете взгляд то на окно, то на стену, а свеча то слева, то справа. Мы для того и говорим, что свеча слева, свеча справа, то есть мы поворачиваем голову, смотрим, голова с лицом смотрит, то на стенку, то на окно, на окна, то на стену смотрит, так? А сейчас свет тот потушите тоже, пожалуйста, потушите свет, из розетки выйдем. Так, и так все посмотрели, сделали центральную фиксацию на свечку. Поморгали, 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 посмотрели, поморгали. И начали все вместе, лицо с глазами повернули налево, повернули направо, к окну, к стене, к окну, к стене, к окну, к стене. Свеча справа, свеча слева, справа, 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 слева, справа и слева. А сейчас все потерли руки до тепла и сделали пальминг. Сложили ладошки домиком все. Сложили все ладошки домиком. Надели себе на глаза. Все пока прямо сидят. Мы пройдем проверим с Александром Алексеевичем, правильно ли вы делаете. Пальцы перекрещены. Пальцы перекрещены. И надеваете себе на глаза. Обратите внимание, чтобы нос у вас торчал между мизинцами. Чтобы нос дышал. Так, чтобы глаза попадали у вас в ямочки ладоней. В ямочки ладоней. Чтобы они могли спокойно открываться, закрываться. А сейчас все лобки поставьте себе на колени. Либо на подлокотники. Либо на впереди стоящую спинку кресла. Кому как удобней. Чтобы у вас вот это вот было упражнение пальминг. Чтобы локти обязательно стояли на чем-то твердом. Либо на колени. Либо на спинку впереди стоящего кресла. И глазки все закрыли. Мы успокоились, расслабились. Начинаем наш вечерний пальминг. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие. Наши глазки отдыхают. С каждым днем наши глазки будут видеть все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. И вот сейчас близорукие представляют, как у них расслабляются косые мышцы глаз. Как у них глазки становятся круглыми, шариками. Как они будут прекрасно видеть вдаль, безо всяких очков. А дальнозоркие, у кого плоские глаза, представляют, как у них расслабляются прямые мышцы глаз. Как они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиками. И прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз. Расслабляются светочувствительные клетки, колбочки, палочки. Расслабляются сосудики, питающие кровью сетчатку. Кстати, у людей, которые носят очки, резко ухудшено кровоснабжение сетчатки глаза. И врачи-офтальмологи на офтальмоскопе сразу видят очкариков. У них синяя сетчатка. У нормальных людей сетчатка розовая, насыщена кровью, питательными веществами, кислородом. Мы же с вами, делая упражнения, улучшаем кровоснабжение наших глаз. Весь расслабляются клетки зрительного нерва. Расслабляются клетки зрительного анализатора в мозгу. Весь наш зрительный тракт расслаблен. Сегодня мы совершили решительный шаг. Пришли на занятия в Народный университет здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Сегодня мы узнали о том, что люди не виноваты в том, что они курят, пьют, переедают, сквернословят, носят очки, имеют другие вредные привычки. Их так запрограммировали. Эти люди являются рабами ложных программ, записанных у них на уровне подсознания. Метод Шичко позволяет добраться до этих программ, разрушить и записать новые программы достойного разумного человека. Программы трезвой, здоровой жизни, жизни с прекрасным зрением. Сегодня дома, вечером, перед сном, нас ждет большая работа по очищению сознания, души, тела. Это написание анкеты. Это написание дневника коррекции зрения номер один. Чем более полно и подробно мы ответим на вопросы анкеты дневника, тем скорее мы разрушим ложные программы и запишем программы новые, в том числе самую главную для нас программу – программу быстрого восстановления здоровья, быстрого восстановления зрения. Ну а сейчас мы отдыхаем, нам приятно, нам хорошо. Сегодня у всех у нас прекрасное настроение. Будет оно теперь с нами долго-долго, долго-долго. Жизнь, зрение, жизнь. А сейчас у всех глаза закрыты, ладошки на носу сели прямо. И все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом нарисовали веселого человечка. Точка, точка, запятая, вышла, рожица кривая. Пошевелите головой, чтобы восстановить кровоснабжение. Ручки, ножки, огуречек. Вот и вышел человечек. Кстати, рисование носом букв, рисование носом человечков – это тоже упражнение по методу бейца. А сейчас глазки все тихонечко протерли, как дети вздохнули глубоко, выдохнули. И открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели все на меня, посмотрели друг на друга, посмотрели на соседа справа, соседа слева. И познакомьтесь каждый с соседом справа, с соседом слева. Потому что вам целую неделю сидеть на этом месте. У соседа справа и соседа слева точно такие же проблемы, как и у вас. Поэтому интересуйтесь, как идут дела, что там интересно, понял, не понял. Назовите, как вас зовут, ваше имя назовите. Так, там уже он обниматься полезный, нет, это еще рано еще. И запомните каждый, завтра вы сядете на это же самое место. То есть это ваше место будет на весь курс занятий. Понятно? А сейчас снова потерли все руки до тепла и сделали пальминг. Потерли руки до тепла, сложили ладошки домиком, надели себе на глаза вместо очков и сделали пальминг. Клопки поставили на что-то твердое, на колени, либо на впереди стоящую спинку кресла. Глазки все закрыли, успокоились, расслабились. Продолжаем наш вечерний пальминг. Продолжаем расслабление мышц наших глаз. Для того, чтобы лучше и быстрее расслабить зрение, Бейтс придумал два упражнения под пальмингом. Первое он назвал мысленное представление. И вот всякий раз, когда вы делаете пальминг, Обратите внимание, перед глазами какие-то остаточные световые образы. Телевизор маячит, свечка, кусок окна, лампочка, Какой-то туман, облачка. Это свидетельствует о том, что перевозбужден зрительный тракт. Свет-то на глаза не падает, А нам кажется, что мы что-то видим. И вот здесь Бейтс предлагает мысленно представить, Что вы находитесь, скажем, в театре. Перед вами большой черный бархатный занавес. Вы ждете начала прекрасной постановки, И вот звенит третий звонок, Гаснет свет, а занавес все чернее, темнее, темнее. Можно также мысленно взять, скажем, кисточку, Окунуть ее в тушь, И вот эти вот светящиеся остаточные места позакрашивать. И второе упражнение под пальмингом, Очень важное, Бейтс назвал мысленное воспоминание. И вот сейчас все вспомните о чем-то добром, Хорошем, приятном в вашей жизни. Приятную встречу. Приятное путешествие. Мы обнаружили, лучше всего расслабляет психику, Воспоминание о добром деле, Которое вы делаете людям. Вот это приятное воспоминание Расслабляет психику, Расслабляет мышцы, мышцы лица, мышцы глаз. А расслабление даст отличное зрение глазам. Это основа метода Бейтса. Расслабление. А потом уже идет тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. Запоминайте выход из пальминга. Свет включите, Алексей Алексеевич, пожалуйста. И верхний тоже. Выход из пальминга. У всех глаза закрыты, у всех ладошки на носу, сели все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом на доске, как будто кисточка на носу, написали большую букву Ш. Букву Ш. Большую букву Б. И напишите носом фамилию замечательного русского советского ученого Шичко. Шичко. Печатными буквами. Печатными буквами. И напишите фамилию замечательного американского ученого Бейтс. Бей-Т-С. С закрытыми глазами все пишем. Кстати, писание слов, букв с закрытыми глазами носом, это упражнение по методу Бейтса. Развивает у человека воображение, развивает зрение. Головой шевелим. При этом написали еще букву МНК. МНК. Это вторая строчка проверочной таблицы. АШБ. Это первая строчка проверочной таблицы Сипцева. И давайте третью строчку носом напишем. И. Н. Б. Ш. И. Н. Б. Ш. А сейчас глазки все протерли, как дети, кулачками. Вздохнули глубоко. Выдохнули. Выдохнули. Глаза быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели все на табличку. Поморгали, посмотрели на табличку. Поморгали, посмотрели на меня. Посмотрели на зал. А сейчас я попрошу всех близоруких. Тихонечко прикройте вид и растяните в сторону, как китайцы, китайские глазки. Близорукие. И посмотрите на табличку. Кто-то увидит строчку, кто-то две, а кто-то и три. Что при этом происходит? У близоруких вытянуты вперед глаза, а мы прижимая их веками, делаем более круглыми и соответственно у нас что? Улучшается, приближаем хрустали к сетчатке, фокус приближаем к сетчатке и острота зрения возрастает. А сейчас все и близорукие дагнозорки, давайте у себя найдем астигматичные точки. Все закрыли левый глаз ладошкой, а правый глаз смотрит на табличку либо на меня правым глазом и тихонечко снизу через века нажали на правый глаз. Нажали, прижали и смотрим. Через века прямо на глазное яблоко, прямо на глазное яблоко. Глаз все время смотрит. Все время смотрит на табличку, а табличку. Он все время открыт. Дайте. Дайте пальцем. Я согласен. Потом сбоку нажали, через века. Потом сверху нажали, прижали и смотрим. Изнутри прижали, смотрим. И вы найдете такую точку на глазу, по всему глазу, по кругу пройдите. Вы найдете точку, на которую вы нажмете и глаз сразу лучше видит в этом положении. Вот это астигматичная точка. Значит у вас в эту сторону слегка выдут и формирован глаз, а вы его пальчиком прижали и сразу глаз видит лучше. Кстати, у тех дальнозорких, у кого плоский глаз, надо взять и сбоку нажать, с самого боку на глазик, чтобы он ленился вперед и он увидит лучше. У дальнозорких. А у близоруких, как правило, снизу или сбоку, или сверху, или внутри, бывает несколько астигматичных точек до восьми. Бывает точек, на которые нажимаешь и лучше видит. Но если у кого-то кто-то не может найти, завтра подойдете, я вам покажу моментально, подзадку секунду, эту астигматичную точку. Поморкали глазками, а теперь закрыли все правые глаза и на левом глазу, нажали снизу внизу, посмотрели, прижали, потом сбоку прижали, посмотрели, и нашли эту точечку, на которую нажимаете, и глаз сразу лучше видит. Это астигматичная точка ваша. Она, кстати, плавает, и вы увидите, в процессе занятия она может уйти снизу вверх в бок. По мере того, как расслабляются мышцы глаз, глаз по-разному начинает с разных сторон давить мышцы на него, и она астигматичная точка в голове. Так, все, хватит, царапите. А сейчас все посмотрели на меня, поморкали все, сделали еще раз центральную фиксацию. На этом сегодня наше занятие будет закончено. Завтра, без 15.06, я вас буду запускать, выдавать новые методические материалы. С собой иметь приглашение, проходите приглашение, я буду отвечать, кто как у нас посещает, выдавать новые материалы, и завтра с 6 до 9 у нас будет третье занятие.